добрый вечер уважаемые коллеги я так понимаю что у кого вечера у кого-то может быть даже не знаю вечер сильный уже или ночь мы сегодня с вами встречаемся с тем чтобы провести два занятия посвященные месту численного моделирования ну и вообще расчетного обоснования в экспертизе строительно-технической ну конкретнее судебной строительно-технической экспертизе зданий и сооружений ну я читаю эти лекции уже не первый не второй не третий год и традиционно они состоят из двух частей можно сказать из двух лекций одну из которых я прочту сегодня вечером вторую но по через неделю или тогда когда мне скажут мы еще коснемся того почему возникла такая идея читать такие лекции почему именно я их провожу но вот вы видите на этом экране не по информацию которая нам частично вроде бы имеет а частично и нет и не имеет отношения к теме нашей заявленной теме нашей лекции но я вот немножко расскажу для начала кто мы когда меня зовут александр михалов белостоцкий вот но вот наверху вот этот иконостас вы видите из разных организаций к которым мы имеем отношение научно-технический центр стадио лево до 25 лет которую мы отмечали три месяца назад вот все эти 25 лет я являюсь являлся основателем и являюсь генеральным директором этой фирмы да это научно-технический центр который как раз занимается наиболее сложными вопросами числа моделирования расчетного и расчетно-экспериментального обоснования уникальных зданий сооружений комплексах на всех значимых стадиях жизненного цикла зданий сооружений включая к сожалению но как бы из песни слова не выкинешь если и когда требуется проводить экспертизу причин обрушения но не обязательно обрушение там бывают такие серьезные вопросы да но если доходит до этого по этим мы занимаемся об этом мы будем говорить на следующем занятии сразу хочу предупредить следующее занятие будет посвящена вот конкретизация тех положений о которых мы будем говорить сегодня на примере на опыте на уроках выполнены в 2004 5 годах экспертизы причин судебной строительной технической экспертизы причин обрушения покрытия конструкции покрытия спортивно-оздоровительного комплекса трансвальд парк который как вы знаете многие случилось 2004 году 14 февраля вот в течение полу почти года мы занимались экспертизы результаты наших экспертных исследований выводы легли в основу значит заключение следствия да вот ну что за этим последовало мы тоже об этом поговорим вот но пока наверное этого этого достаточно сразу хочу сказать что до 2004 года непосредственно судебной строительной экспертизы мы не занимались занимались экспертизой причин аварийных или пред каких-то аварийных ситуаций на гидротехнических сооружениях на атомных станциях у меня опыт порядка 40 лет более 40 лет вот в этой в этих областях но вот опыт трансвальд парка был такой первый именно непосредственно судебный судебной строительной технической экспертизы которым мы занимались по поручению договору можно сказать да с прокуратурой города москвы потом был транспорт потом был басманный рынок через два года вот потом целый ряд других объектов но опыт трансвальд парк он в каком-то смысле такой очень показательно эмблематичные уроки которые мы извлекали из него мы продолжаем эти уроки извлекать и более того многие положения нормативное указание которое мы сегодня пользуемся они во многом пошли оттуда во многом из тех выводов которые мы тогда сделали но повторяю об этом чуть впереди на следующем занятии которые повторяю мы целиком посвятим вот именно опыту экспертизу экспертизы трансвальд парка ну это такой большой кусок нашей жизни хотя формально это было девять десять месяцев на самом деле он умудрил нас можно сказать на целое десятилетие и послужил основой многих многих наших дальнейших действий о которых я тоже буду рассказывать но следующее вы видите эмблема российской академии архитектуры и строительных ногу это ведущие государственные академии в области строительства архитектуры и главный экспертный орган в области строительства архитектуры с 13 года я был выбран членом корреспондентом этой академии ну вот значит тоже она здесь присутствует мгсу мы ведем наш репортаж и стен мгсу из открытой сети значит 99 года являюсь профессором московского государственного строительного университета кафедры прикладной математики а с 2008 года организовали совместное с нет стадио и руковожу научно-образовательным центром компьютерного моделирования как раз таки уникальных зданий сооружений комплексов этого университета где мы как раз взращиваем молодежь молодежь которая вот учится бы следовать такие сложные объекты современными методами методологии учиться выводом представлению соответствующих результатов и мы тут имеем тоже определенные успехи за это время защищено 4 кандидатской диссертации по этой тематике ряд аспирантов продолжает учебу один из защищенных аспирантов сегодня занимает уже пост с этого года директора этого научно-образовательного центра я считаю это правильно вот и за это время вот этот опыт научно-образовательного центра опыт центра где наука и образование ведут идут рука об руку вот в решении этих сложнейших задач вспоминаем о трансвальпарке это тоже как бы один из уроков трансвальпарка что человеческий фактор на первом месте если нет квалифицированных кадров которые могут исследовать такие объекты но в том числе на этапе экспертизы то как бы обо всем говорим другом говорить не приходится так вот опыт нашего научно-образовательного центра и естественно и научно-исследовательского центра стадио они он оказался востребован и в целом ряде других учебных заведениях высших в россии мы видим тут эмблемы пенского национального исследовательского политехнического университета профессором которого я также являюсь и читаю лекции для магистров вот недалеко вчера прочел очередную лекцию для магистров касаемой безопасности зданий сооружений комплексов это лекция который повторяю читается для магистров 2 курса и ряд тем является темой их магистрских диссертаций томский государственный архитектурно-строительный университет год назад там был организован тоже научно-образовательный центр компьютерного моделирования по опыту повторяю подобие мгсу и я являюсь ну как бы научным руководителям процента ну и вот дальневосточный федеральный университет на острове русский да мы недавно буквально месяц назад проводили меньше даже там очередной симпозиум раз два года мы проводим симпозиума а по актуальным проблемам компьютерного моделирования зданий и сооружений вот там тоже открывается такого такого плана научно-образовательный центр который тоже будет в сфере нашего внимания интереса и влияния как видите эта тема тема безопасности зданий и сооружений тема расчетного их обоснования на всех значимых этапах жизненного цикла она воспринята в том числе по печальному и трагическому опыту и сегодня идет определенный рост причем сразу хочу сказать что это рост как бы идет снизу все это не что-то инспирированное какими-то там государственными органами или там еще чем-то да чиновниками условно говоря это именно профессиональное сообщество осознала осознала проблему осознала необходимостью и решения и вот решила таким образом сорганизоваться ну вот тут видно так сказать наша молодежь это вот новостейский центр стадии мгсу видите что это молодые лица на самом деле как будто каждый из этих молодых людей ну или там большую часть за их плечами уже опыт расчетного обоснования целого ряда объектов ну в том числе и такой опыт которым зачастую не могут похвалиться люди уже такого предпенсионного пенсионного возраста то есть это серьезнейшие уникальные объекты самый сложный о которой мы будем говорить постановка ну вот показано как мы там праздновали 25 лет показано также что чем значит отмечали это отмечали мы не только за праздничным столом и на корабликах да но и вот виде целого ряда научных мероприятий изданий книг монографий я об этом еще скажу и вот частности последний аккорд это был было международной конференции Владивостоке которая повторяю совсем недавно была проведена вот так же рекомендую вам если кому-то это будет интересно по итогам нашего наших лекций да книгу двухтомник в котором кстати и про судебно-строительную экспертизу есть и в частности есть про экспертное исследование причина обрушения трансфальпарка актуальные проблемы численного моделирования которые вышли под наши редакции и который содержит как бы и исторические аспекты и конкретные научные публикации посвященные темы теме численного моделирования прежде всего уникальных но и не только зданий сооружений комплексов различных отраслях вы видите что тут и высотные здания и большепролетные и гидротехнических сооружений атомные станции и так далее но повторяю если кого-то заинтересует эта книжка есть в интернете эта книжка есть и в книжных магазинах так что она доступна хотел пару слов сказать будет понятно в дальнейшем почему какие основные направления которые исторически занимаются вот научно-исследовательский центр стадии но можно как бы еще вот эту линию про продолжить еще и на 40 лет назад то есть не только 25 а 40 лет еще в советских времен с атом энергопроекта с гидропроекта где я работал вот это четыре таких важных направления условные конечно они выделены они на самом деле взаимосвязаны дают как сейчас модно говорить синергетический эффект с эффект взаимного усиления то есть это разработка развития математических моделей численных и расчетно экспериментальных методов исследования напряженно деформированного и иных состояний прочность и устойчивости надежности безопасности ответственных объектов на значимых этапах их жизненного цикла да ну самых различных отраслях энергетика гражданское промышленное строительство машиностроение последние годы биотехнология и другие высокотехнологические области повторяю это вот область действия нашего научно-исследовательского висимый научно-исследовательский и разработческий центр никаких мы там субсидий господдержки ничего такого не имеем только за счет тех задач которые к нам приходят второе направление повторяю связаны с первым это развитие и разработка на этой базе программных комплексов до расчета собственных как исследовательских так и коммерческих которые дают нам тоже определенные ресурсы для развития так освоение верификации мировых брендов численного моделирования но самые мощные программные комплексы здесь перечислены такие как энси собаку с диана и отечественные специализированные программы расчета строительной конструкции но тоже известны скарт лера микрофе ряд других далее выполнение расчетных расчетных экспериментальных исследований экспертизы мониторинга наиболее сложных ответственных уникальных систем конструкций зданий сооружений комплексов здесь мы выделяем атомные станции тепловые и гидростанции небоскребы и комплекс небоскребы знаковые объекты олимпиады 2014 года там половина объектов наших было стадионы чемпионата мира по футболу восемнадцатого года большая часть стадионов это как бы мы авторы расчетного обоснования мы проходили главу с экспертизами вот многие другие объекты как видите с выработку заключения рекомендации по оптимизации ну и наконец венчает вот это наше такое четырехстороннюю скажем деятельность да это научно-образовательная деятельность частности сегодня я занимаюсь этим тоже с вами вместе по крайней мере образовательным аспектом ну можно сказать образовательному можно более пафосной просветительским включающие организации насыщение смысловым содержанием научно-образовательных центров и лабораторий ведущих российских вузах работу в российской академии архитектуры строительных на год публикации статьи издания журналов и монографии ну вот монографии мы видели журналы у нас тоже есть свой ваковский журнал российско-американский вот пользующийся большим большой популярностью и имеющий высокий импакт фактор вот организация участия международных российских симпозиумах опять же у нас есть те которые непосредственно мы являемся основателями организаторами но в частности урла девостоки 6 уже по счету ну и наконец подготовка инженерных бакалавры магистры и научных кандидаты доктора наук кадров вот такая деятельность когда я показываю и рассказываю что этим занимается самостоятельный научно-исследовательский центр ну понятно что большая часть мне не верит но это так как бы есть клинические факты до которые доказывают что так она есть мы это еще посмотрим а давайте посмотрим прежде чем мы перейдем какой-то уже больше конкретики какие собственно актуальные проблемы до стоят перед математическим ну более конкретно численным то что все это реализуется в виде методов алгоритмов и программ численного моделирования поведения уникальных ну и не только прежде всего как уникальный конечно интерес повышенный уникальных конструкций зданий и сооружений ну хотел прежде всего сказать что у нас при расчетном обосновании есть повторяю на разных этапах жизненного цикла это может быть это проектирование строительство эксплуатации реконструкции вывода из эксплуатации ну например если мы говорим об атомных или гидростанций да это важный этап три этапа или три составляющие этих расчетных обоснований первая составляющая это собственно те нагрузки и воздействия которые действуют на наше сооружение да потому что понятно что сами по себе эти сооружения может быть и хороши но они не могут выдержать есть вероятность что они не выдержат именно эти нагрузки напоминаю например что и трансваль парк и басманный рынок но и большинство других больше пролетных сооружений которые обрушились например обрушились в зимнее время при значимых снеговых нагрузках ну это как бы клинический факт опять же да доказаны зафиксированы это не всегда означает что какой-то был чрезмерный какой-то экстремальный снег но тем не менее это определенная нагрузка вот ну мы знаем тоже что вообще самые разрушительные самое разрушительное обрушение который приводит не только к самим разрушением но и большим потерям большим потерям человеческих жизней материальных ресурсов моральным потерять и например землетрясение этого сейсмические воздействия вот поэтому вот задача правильного определения и задания для оценки несущей способности и безопасности конструкции нагрузок и воздействия это важнейшая задача то есть мы если мы неправильно задаем эти нагрузки и воздействия есть большой шанс что мы не парк неправильно оценим несущую способность но осталось бы механическую безопасность как обстоит с этим дело да не важнецки да потому что если мы посмотрим на нормы строительные нормы и правила сегодня это спс воды правил и их актуальной редакции ну 2011 года например кстати мы были одними из разработчиков и экспертов пойти по этим нормам то мы увидим что прогресс это особого нет за последние десятилетия ну да есть некая актуализация по еврокодом но целый ряд вопросов остается такими своеобразными белыми пятнами да ну например ветровая нагрузка важная нагрузка конечно вот что мы не знаем ну знаем что есть некая сниповская методика как ее определять и как определять аэродинамические коэффициенты для простейших одиночных по сути дела конструкции не в комплексе стоящих и простейших форм самых простых а что делать если мы видим реальный объект или тем более комплекс объектов вот требуется то стать другие подходы существует два подхода ну возможно история потом нам подбросить и другие но сегодня это подходы либо физическое моделирование в аэродинамической трубе да со своими проблемами их много прежде всего проблемы физического подобия которые надо достигнуть и проблемы численного или математического моделирования которые вот мы вынуждены были заняться 15 лет назад примерно потому что никто другой не занимался сегодня наш почин уже подхватили ряд других коллективов в россии ну по крайней мере два-три я могу назвать мы с ними сотрудничаем обмениваемся достижениями аспирантами там оппонируем этим аспирантом да но вот сегодня можно сказать что в области строительной аэродинамики число моделирование строительной динамики нами достигнут серьезный прогресс и мы можем я это покажу рассчитывать самые разнообразные конструкции сооружения комплексы сооружений самой сложной застройки самых смелых архитектурных форм с определением нагрузок на несущие конструкции ветровых на фасадные конструкции определение пешеходной кант комфортности ветрового резонанса ну и так далее и так это одно из направлений которым мы занимаемся просто даже хотя бы потому что мы должны знать эти нагрузки воздействия в еще большей степени это относится к снеговым нагрузкам я уже говорил об этом ног снеговыми нагрузками мы имеем сегодня парадоксальную картину что все знают уже давным-давно там десятилетия столетия что это очень важная нагрузка особенно для сложных большепролетных конструкций где могут образовываться большие мешки снеговые дающие серьезнейшие нагрузки дополнительные но опять же снег мало что нам дает кроме неких фантазийных картин снеговых мешков для этих случаев повторяю это некий фантазии вот даже тогда когда не обличенный вид рекомендации там с низко например да но сегодня никто в мире и мы вы сейчас в их числе не может нормально смоделировать эти воздействия для реальных таких сложных форм сооружений то есть это безусловно и одна из научных проблем которые сегодня не решена и в этом направлении мы хотели бы тоже двигаться у нас попытки такие были как и во всем мире пока задача оказалась нам не по зубам ну и как бы во всем мире никому не по зубам целый ряд других нагрузок и воздействия некоторых я говорил некоторых других коснусь которые тоже требуют моделирования то есть где действующие нормативные документы нам к сожалению сильно не помогают следующая задача или группу группа задач которые мы тоже занимаемся которые все что тут рассказываю имеет прямое отношение в том числе в судебно-строительной экспертизе потому что все эти вопросы надо решать вот при определении как вела или ведет себя конструкция сооружения какой бы так сказать фазе она не находилась так сказать да в опасной или безопасно или уже разрушенной да для того чтобы понять что с ней происходит ли произошло это моделирование взаимодействия сооружения здания с основанием на всех этапах возведения фактической истории эксплуатации с учетом реальных свойств грунтов вы наверное знаете что реальные нелинейные реологические свойства грунтов очень сложны единой модели не существует те модели которые есть не полны противоречивы и если в россии например есть там три четыре ученых грунтовика да то этих трех четырех ученых грунтовика есть пять шесть моделей и они друг друга не признают да такая история ну а одни из я это знаю хорошо потому что одни из этих из этих групп прямо в миссии находится да вот вот они признают всех остальных ну а все остальные не признают вот так что из этого дела как из этого положения выходить я думаю таким же образом это научный процесс и есть целый ряд я покажу некоторые из них целый ряд конструкций целый ряд сооружений где не учет вот этой последовательности не учет сложности реологии нелинейного поведения грунтов и взаимодействие этих грунтов с сооружением на разных этапах жизненного цикла может привести ну прямо противоположным результатам а что совсем опасно к результатам которые могут прозевать некоторые катастрофические последствия были такие случаи да покажу ли вам я их да покажу может даже сегодня следующие факторы которыми требует нашего учета который тоже явно прописано на самом деле федеральном законе вы наверно его знаете 384 до 2009 года техническому регулированию до безопасности это учет различного рода нелинейности но сегодня мы различаем научная как бы такая мысль сообщество различает четыре вида нелинейности это физическая нелинейность геометрическая нелинейность структурная или конструктивная и генетическая ну каждый из них заслуживает внимания они зачастую проявляются раздельно тех или иных сооружениях а иногда все совместно бывает и такое а учет каждого из этих видов нелинейности весьма сложно более того все что я сказал насчет грунтов касается и всех этих видов нелинейности то есть не существует единый да там устоявшийся исчерпывающий адекватный как принято говорят то есть отражающие действительности модели есть группа моделей вот этой группой модели мы должны владеть для того чтобы взять реальную ситуацию как бы в клеще да и понять где же находится это сказать действительность да по отношению к этим моделям придем ли мы в конце концов но мы не я лично там научное сообщество там через 10 20 100 лет какой-то единой модели очень сомнительно вот это вот размножение этих моделей отражает объективный процесс да что жизнь природа натура вот этих нелинейности намного сложнее да чем одна математическая модель сколько бы сколь бы продвинутой изощренной она не была следующий вопрос следующая задача кстати говоря имеющие прямое отношение к экспертизе чего бы то ни было на каких бы то ни было стадиях жизненного цикла есть проект мы все понимаем что это такой этап жизненного цикла мы понимаем что уникальное здание сооружения проходит этот этап стадию п стадию rd например стадия п должна быть как бы утверждена экспертизы если это уникальные объекты такого российского звучания это глава госэкспертиза россии ну я заодно являюсь нештатным экспертам этой глава госэкспертизы и меня приглашает ли наиболее сложных объектов и соответственно и расчетное обоснование проходит эту экспертизу причем вы наверно знаете что после трансвали басманова требуется расчеты минимум по двум программным комплексом до в разных моделях их сопоставлений только тогда если эти результаты будут близки это будет признано ну как бы достаточным основанием чтобы признать этот проект прошедшим удовлетворитель так вот это проект а дальше у нас начинается строительство там монтаж до изготовления деталей эксплуатация реконструкция ну и так далее и тому подобное и мы видим что наш объект зачастую как правило всегда даже для уникальных имеет мало общего с проекта мало общего то есть мы вроде бы обосновали безопасность расчетно там расчетно экспериментально обосновали безопасность проектного варианта от жизни на совсем другой вариант то есть материал был по проекту такой-то бетон там из бетона на действительности он такой-то обследование это показывает грунт грунтовое основание по проекту было такой в действительности выяснилось что не совсем оно такое. Там еще какие-то карстые воронки образовались, которые мы не учли. Так получилось. Далее. Колонны-стены, которые по проекту были вертикальные, оказались не вертикальные. Более того, с серьезными экстраситетами, отклонениями, наклонами. То же самое касается и перекрытий, и балок. И так далее. Вопрос. Насколько чувствительно вот такое реальное, фактически построенное сооружение к этим отклонениям от проекта? Можно ли его считать безопасным с учетом этих реальных свойств? В том числе и в процессе жизненного цикла с учетом деградации этих свойств. Понятно, что первый год, второй это одно, а 30-40 год это уже что-то другое. С точки зрения положения, с точки зрения физико-механических свойств, материалов и средств и так далее. Это тоже очень важная проблема. очень важная проблема. И конечно, когда мы рассматриваем фактическое положение, фактическое положение, фактическое состояние нашего сооружения, а мы всегда это рассматриваем при экспертизе, всегда, то есть мы должны не только проектное посмотреть, проектное это некая печка, от которой мы пляшем, но и посмотреть ее фактическое состояние. И оценить как бы различие, и оценить по критериям несущей способности, насколько это опасно или безопасно. Это тоже важная тематика, и когда мы говорим о месте численного моделирования в расчетном обосновании, вообще и при экспертизе состояния объекта в частности, это направление, мимо которого мы, конечно же, пройти не можем. Следующее важнейшее направление – это расчет сейсмостойкости зданий в сооружении, то есть оценка сейсмостойкости в сейсмически активных районах. Тема вечно молодая, вечно зеленая. Пики, шпаги, мечи скрещиваются тут на протяжении многих десятилетий. Очередной такой всплеск, я бы сказал, произошел в последние 3-4 года после выпуска новой редакции СНИПа, точнее говоря, в АСП 2011 года, по сейсмостойкости зданий в сооружении. К сожалению, мы знаем, и этот СНИП не явился исключением, к сожалению, повторяю, что все СНИПы, которые выходят, все без исключения, могу сказать, которые выходят за последние 15-20 лет, качество их оставляет ждать много лучшего. Но это мягко сказано. И тому есть объективные причины, есть и субъективные, конечно. Я сейчас не буду на этом останавливаться, но если будут вопросы, свою точку зрения, которую разделяют многие мои коллеги, я, конечно, положу. Тем не менее, я уже говорил, что в сейсмоактивных районах мы должны сегодня применять такие продвинутые методы, алгоритмы программы для того, чтобы оценить сейсмостойкость вот таких сложных, высотных, большепролетных, ответственных, если мы говорим о гидроэнергетике, атомной энергетике, объектов. И здесь те наработки, на которых это все строится, но которые были достаточны, предположим, 20 лет назад, сегодня же, конечно, не являются достаточными, требуют развития дальнейшего, чем мы также занимаемся. Об этом, собственно, здесь и говорится. Немножко скажу об этом, когда буду показывать соответствующую иллюстрацию, к моим словам. В последнее время, в том числе, кстати говоря, и на волне вот этих после обрушений разного здания и сооружения, важную роль в оценке безопасности здания и сооружения занимает оценка устойчивости этих зданий и сооружений к прогрессирующему обрушению. Ну, иногда это делает знак равенства вот этого критерия, то есть устойчивости к прогрессирующему обрушению, с оценкой живучести. Живучесть нам больше пришла из машиностроения, но, тем не менее, действительно, там много общих черт, кто-то даже не находит различия. Должен сказать, что мы были у истоков в строительстве этого подхода к оценке устойчивости зданий и сооружений к прогрессирующему обрушению. Первый такой документ, рекомендации о Московом архитектуру вышли в 98-99 годах для панельных зданий. Вот мы как раз НИД Стадио вместе с МНИТЭПом выпустили вот такие первые рекомендации. Мы не знали, не предполагали, что будет так воспринято это бурно. Сегодня это такое одно из наиболее динамически развивающихся отраслей. С одной стороны, требования, которые предъявляются к обязательной оценке устойчивости зданий и сооружений к прогрессирующему обрушению. С другой стороны, очень мало кто умеет и вообще понимает, что это такое и как этот фрукт надо есть. Ну вот мы движемся в этом направлении. Здесь учет всех тех вышеперечисленных факторов, о которых я говорил. То есть то, что это процесс высоконелинейный, физический, геометрический, структурная нелинейность. То, что его надо решать в динамической постановке. Это безусловно так. Говорил я о том, и опять же могу повторить, что после трансфальдпарка, после Басманного, в том числе и по тем выводам, которые мы сделали, были извлечены целый ряд уроков. Ну вот один из уроков, нормативно закрепленный, кстати говоря, состоял в том, что все уникальные здания и сооружения, ну в том числе ответственные здания и сооружения, должны быть снабжены системой мониторинга. Мониторинга состояния несущей конструкции, ну так называемый СМИК, система мониторинга нелинейной конструкции, как это принято сейчас называть. Вот, которая должна закладываться на этапе строительства, то есть сопровождать строительство и все значимые этапы эксплуатации. Ну и есть необходимая реконструкция данных сооружений. И собственно основная цель этой системы давать оценку фактического состояния сооружения в каждый конкретный момент и давать прогноз в каждый конкретный момент, что произойдет в обозримое время с этим сооружением. Ну и соответственно на этом основании давать рекомендации, что надо предпринять, чтобы там не было ничего неплохого, чтобы здание не выходило там из какого-то работоспособного состояния, аварийной или предаварийной. Вот эти системы мониторинга, они тоже должны строиться на математических моделях прогнозных, ну или адаптивных, как мы их называем. Этой теме тоже мы посвящаем много времени. Должен сказать с большим сожалению, что если мы посмотрим, кинем взгляд на поле брания в этой области мониторинга, что же реально оснащено этой системой мониторинга из уникальных зданий и сооружений, которые построены за эти последние 15 лет, ну 15-10 даже лет. То есть высотные, большепролетные, олимпиада, чемпионат мира по футболу, стадионы, которые сейчас строятся или уже построены. Мы увидим, что здесь такой сильный разрыв между тем, что требования-то безусловно правильные, нормативные, но большая часть, подавляющее большинство, вот этих проектов мониторинга, которые монополизировала структуры, аффилированные с Министерством по чрезвычайным ситуациям, вот они остались пылиться на бумаге. То есть это утвержденный проект экспертизы, который потом либо не реализуется вовсе, либо реализуется в каком-то бессмысленно усеченном виде, который не дает ответа на основной вопрос, на который должна давать система мониторинга. То есть в каком состоянии находится наше здание. Не просто там какая цифра снята прибором, а что можно говорить о критериях безопасности этого здания. Это важный вопрос и естественно наше положение не устраивает. Мы с разных сторон, прежде всего с научной, пытаемся продвинуть ситуацию в правильном направлении. Есть еще целый ряд задач, о которых я мог бы сказать, но поскольку все-таки у нас сегодня занятие не для вычислителей, не для расчетчиков, я за благо почту, что я это пройду. И вот сразу перейду ко второму пункту нашего направления. Это верификация программных комплексов в соответствии с требованиями Российской Академии Архитектуры и Строительных Наук. Это то же, что мы разработали после Трансвалии Басманова. В системе Российской Академии Архитектуры и Строительных Наук был создан научный совет по программным средствам. И было принято решение, что эти программные средства должны быть верифицированы профессиональным сообществом. Не сертифицированы какими-то конторами за какие-то деньги, а именно профессиональным сообществом в результате экспертизы было показано соответствие этих программ тем заявкам, тем претензиям, на которые эта программа претендует. Сегодня уже шесть программных комплексов прошли, эту тяжелую. Такая процедура занимает примерно два года, ну около того или более того. И есть даже некоторая очередь. И что более важно, это признано профессиональным сообществом. И та же глава госэкспертиза сегодня спрашивает, хотя это добровольная абсолютно, не государственная. Вот, спрашивает, когда приходят проекты с расчетными обоснованиями уникальных объектов, а где у вас, значит, свидетельство Российской Академии Архитектурной Строительной Наук на ту программу, которую вы использовали. Так что, видите, это реальный случай, когда, как мы говорим, что в России надо жить долго, вот как бы в течение, ну, относительно короткого времени, там, можно сказать, 8-10 лет, инициатива профессионального сообщества нашла отзыв и, так сказать, в некоторых экспертных и надзорных кругах, да, в том числе государственных. Ну, про экспертизу говорить не буду, понятно, на следующем занятии я об этом буду говорить более подробно. Экспертизу мы проводим, повторяю, самых разных средств, да, то есть, как программных комплексов, экспертизу и квалификационную проверку, аттестацию специалистов, экспертизу зданий и сооружений, да, и вот, наконец, как такая вершина, самая сложная, самая ответственная и самая такая мучительная в морально-этическом плане, да, это строительно-техническая экспертиза состояния причин локальных разрушений и обрушений зданий и сооружений. Ну, почему это долго и мучительно, на следующем занятии я покажу и расскажу. Вот, ну, кстати говоря, вот в той книге, которую я, как бы, невольно отрекламировал, двухтомники к 25-летию, там вот история, так сказать, экспертиз, ну и в том числе, как бы, такой человеческий срез, такой морально-этический срез, это тоже там рассматривается, то есть, там есть некий исторический, который я написал, где свой взгляд я изложил на это. Ну, теперь немножечко такой достаточно давней истории, так сказать, о наших собственных разработках, программно-алгоритмических, методических, вот здесь показаны целый ряд объектов, такие как атомные станции целиком, с оборудованием, стовопроводом на основании. Те методы, которые мы используем, динамического анализа, ну, статического и динамического, да, в данном случае сейсмического, как вы видите, те программные комплексы, которые у нас это реализуют, это наш программный комплекс Stadio, который дал название, догадываетесь, нашему научно-исследовательскому центру. Вот, ну, вот тоже такие сложные системы основания, плотина, водохранилище, да, тоже каким образом мы решаем такие связанные задачки, в том числе с учетом контактного взаимодействия по бортам, да, то есть, связи сооружения с основанием или там строительные швы. Нелинейные реологические модели грунтов, ну, в частности, которые мы тоже реализовали в нашем программном комплексе и которые использовали для целого ряда объектов, ну, вот один из них там чуть позже будет, я коснусь этого. Это вот модель, одна из возможных, повторяю, модель, реологическая модель с энергетической теорией, модель профессора Рассказова. Тогда он был заведующий кафедрой гидротехнических сооружений МГСУ, сейчас профессор этой кафедры, уважаемый, известный специалист. Ну, вот эту сложную модель мы реализовали в программном комплексе и получили очень интересные результаты. Это вот как выглядит комплекс наших программ, который мы развиваем, повторяю, уже на протяжении 40 лет, который включает как исследовательский комплекс, программный комплекс «Стадио», ну, это некий аналог, такой советский, еще можно сказать, аналог программных комплексов тяжелых типа «Ансис» на стран «Абакус», так и коммерческие специализированные ответвления от этого программного комплекса, ну, в частности, наиболее коммерчески успешный программный комплекс, который де-факто является стандартом в атомной тепловой энергетике, в нефтехимии сейчас, то есть для трубопроводных систем прочностных расчетов, это программный комплекс «Астронова». Вот сегодня многие сотни корпоративных пользователей активно его используют при расчетном обосновании трубопроводных систем, то есть имеется в виду самих трубопроводов, опорных систем, строительных конструкций и наиболее напряженных деталей. Ну, вот тут показаны заставки этих программных комплексов. Ну, опыт за 40 лет накоплен огромный. Вот здесь вот, видите, проведена такая историческая цепочка, да, гидропроекта, атомпроект, это советские времена, 25 лет назад МИД «Стадио», ну и научно-образовательные центры компьютерного моделирования, ряда вузов, включая МГСУ и Томский архитектурно-строительный университет. Атомные станции, гидростанции, уникальные объекты гражданского строительства, трубопроводные системы, ветроэнергетические установки, платформы по добыче нефти и газа на шельфе, машиностроительные конструкции самые разные, включая ту самую международную космическую станцию Альфа, которая бороздит просторы мирового космоса, да, значит, тоже мы ее считали. Вот, ну и последнее время, также, и более современные био- и наноструктуры. Ну, к сожалению, тут немножко полезло формат, полез, но я думаю, он не настолько сильно полез, чтобы не понять, что здесь написано. Здесь показан такой, как бы, коностас программных комплексов расчета нагрузок воздействия, напряженно-деформированного состояния, прочность и устойчивость конструкции зданий и сооружений, которые находятся в нашем обиходе. То есть, с одной стороны, те, которые мы разрабатываем сами, которые мы осваиваем, верифицируем и используем при вот наиболее сложных расчетных исследованиях. Ну, многие из них вам наверняка известны. Вот те, которые зелененьким цветом, это те, которые мы провели через верификацию в системе Российской Академии Архитектуры и Строительных Наук, ну, в том числе в последнее время. Ну, вот, стадию астронова, это вот наши программные комплексы, ну, и целый ряд других. Сегодня мы, так сказать, имеем, ну, вот в нашем окружении, да, тот коллектив, который я вот сегодня представляю, которым руковожу, это порядка 30 высококлассных специалистов, в основном до 30 лет, ну, или там около того, которые вот владеют вот этим потенциалом, причем владеют не на кнопочном уровне, это у нас ругательство, кнопочный расчетчик, да, такой молодой человек, который, путем более-менее уверенного нажатия кнопок и получения некого результата, который он не понимает, да, думает, что он, так сказать, достиг результата. Ну, это серьезное, а зачастую опасное заблуждение, да. Нет, это люди, которые прошли школу, которые прошли объекты, которые понимают, что значит постановка задачи, что знают методы решения, которые понимают, что такое анализ результатов и ответственность за те выводы, которые он делает. Вот как бы, как-то так. Это вот как выглядят свидетельства о верификации. Ну, разумеется, отчет верификационный содержит сотни страниц, включая теоретическую часть, верификационные примеры, матрицу верификации, ну и многое другое. А это вот как бы квинтэссенция, выход из этого, да, матрица верификации, то есть какие примеры, какие задачи, какие типы конечных элементов и виды расчетных схем. Теперь я хотел бы, ну, я не очень, так, сейчас представляю, сколько у нас время. Давайте я, наверное, возьму, смотрю это. Семь, да? Сколько? Остается два, да? Сейчас посмотрим, этих ли примеров или других. Давайте подумаем. Может быть, даже я возьму сначала не последнее время, а вот такой исторический, да, наверное, исторический аспект. Был бы более интересен. Вот это как раз те лекции, которые я читаю для Пермского политехнического университета по безопасности зданий и сооружений. Ну, повторяю, первую лекцию нового семестра я прочел вчера. Ну, вот здесь показаны, как бы, уникальные объекты. Понятно, Москва-Сити, ну, правда, это уже четыре года там назад. Вот, сегодня это выглядит по-другому. Ряд объектов мы, так сказать, вот, сопровождаем на разных стадиях жизненного цикла. Это вот Лахта-центр, проект Санкт-Петербурга. Сегодня построено порядка 30 с лишним этажей. Ну, вот так, затравка для следующей лекции. Это вот Трансвальд-Парк, как вы догадываетесь, да, как он выглядел сразу после, ну, или там, спустя некоторое время после обрушения. Соответственно, как выглядел после обрушения Басманный рынок. Я повторю, что по нему мы тоже были главными экспертами от прокуратуры Москвы. Ну, направление деятельности я рассказал, да, об этом не будем. Оснащение, наверное, вас тоже не очень интересует. Хотя вот здесь видно, чем оснащены, значит, наши расчетчики. То есть это мировой универсальный бренд, конечно, элементный, но и не только расчетов, да, самых сложных систем, самых сложных постановках. Строительные задачи, ну, то есть объектно специализированные программы подстроительства, ли, раскат, микрофей, ряд других. Исследовательские комплексы, включая наш собственный, ну, и ряд других. Причем вы видите, что мы тут оснащены как таким комплектом для обучения. У нас есть компьютерный класс большой, пользующийся большой популярностью не только в МГСУ, но и, так сказать, вокруг него. Для цели обучения, да, это вот такие версии этих программ учебные, да, есть исследовательские версии, которые используются для цели диссертационных, прежде всего, исследований, то есть кандидатских и докторских диссертаций, ну, и магистрских тоже. Вот. И есть полные коммерческие версии, которые мы используем для, значит, ну, выполнения заказов, да, то есть договорных работ. Причем, хочу сразу сказать, что все вот эти центры, да, ну, про нет стадии я говорил, они находятся на полной самоокупаемости. То есть нам МГСУ, там, например, ни копейки не доплачивает, да, то есть мы как бы должны зарабатывать себе на жизнь сами. И вот 8 лет этим успешно занимаемся. Ну, вот давайте посмотрим такие исторические моменты, перекликающиеся с теми задачами, помните, да, о которых мы говорили. Вот как раз ползневой склон Загорской ГАЭС, эта работа делалась где-то 17 лет тому назад, сейчас мы к ней вернулись спустя 17 лет. Вот. Ну, есть на то основания, я потом скажу и расскажу, какие. Вот. Это вот такое в программном комплексе реализованная модель, ирологическая нелинейная модель поведения грунтов. Профессора рассказывала, да, и тут есть такие зеленоцветные глины, по которым, как по маслу, этот склон может сползать, что, кстати говоря, опасность вполне реальная. Система мониторинга, которая базируется именно на тех результатах, которые мы получили по коэффициентам безопасности, вот эти коэффициенты запаса, да, которые показывают, при каких уровнях этих коэффициентов, да, надо, типа говоря, уже включать сирену, да, что происходит. Значит, вот это такой опыт у нас был. Помните, тоже мы говорили про грунты, про взаимное влияние грунтового основания, здания. Вот здесь показаны этапы, все важные этапы отрывки котлова, на устройство фундаментной плиты, каркас в двух вариантах, проектных вариантах, стальной и бетонной, вот, который тоже был реализован в программном комплексе «Стадио» нашим, плюс есть программный комплекс «Земля», это профессор Зарецкий, да, и мы их, так сказать, взаимодействовали, эти две модели, два программных комплекса, то есть грунтовая «Земля», каркас «Стадио». Есть такие подходы для такого взаимодействия, ну, те, кто, может быть, чуть-чуть слышал суперэлементные подходы, вот мы их тут реализовывали. Ну, это тоже в Москве известный такой монумент 300-летию российского флота, ну, или как в Москве называют памятник Петру, так сказать, невзабвенное творение Зураба Церетели. Ну, глава тут специально не показана, потому что на этом месте главы может быть и Петр, и Колумб, и кто угодно другой, да, ну, вот, тем не менее, в свое время, в конце 90-х годов ЦНИСК имени Кучеренко, приобретя «Стадио», значит, вот, проводил такой комплекс динамических исследований. Это очень гибкая конструкция, и важно, чтобы тут не было ветрового резонанса, да, вот это было достигнуто, действительно, ветрового резонанса там не наблюдается теперь. Один из объектов тоже конца 90-х годов, не путать с аквапарком, аквадром, который был построен, потом заморожен, теперь его разбирают. Но, тем не менее, интересны с точки зрения вот такого подхода железобетонное ядро, несколько таких, как вы видите, лепестков металлических конструкций, тут важна последовательность их возведения и замыкания на железобетонное ядро. Вот это все тут тоже было учтено в рамках нашего программного комплекса. Ну, равно как вот и здесь, объект в Сочи, но это еще такой доолимпийский объект 2001 года, как вы видите. В Сочи, в сейсмоактивном районе, 9 баллов, вот, достаточно гибкое сооружение бассейна. Ну, это уже, как вы видите, ближе к современности. 2004 год, ВК Техстрой, и мы там в этом тоже принимали участие на более поздних стадиях. Это конькобежный центр в Крылатском, в котором была авария, ну, она была позже, примерно лет на 10, вот, не на 10, на 8 лет. Вот, да. Значит, этот вот объект тоже достаточно интересный, гибкий. Ну, это мы видели. Это модели, как в стадию, так в Лирии и Ансисе. Ну, надо сказать, что опыт наш, экспертиз, он, как бы, не исчерпывается, хотя он по многому определяется, конечно же, но не исчерпывается только такими резонансными, как, вот, там, Трансваль, Парк, Басманный рынок. Есть целый ряд других, невидимых человеческому глазу, там, ну, или, там, общественному мнению, объектов, которые время от времени падают, да. Вот, но они не такие резонансные, они не такие большие, но, тем не менее, ущерб иногда с человеческими жертвами, иногда без. Ну, вот, пока эта картинка висит перед вами, я вам расскажу, наверное, историю, по-моему, это было в 2011 году, если не ошибаюсь. Упал огромный логистический комплекс в Татарстане, недалеко от Казани, да. Вот. По счастью, он падал не сразу, то есть, там были сфиксированы очень значимые деформации в течение очень снежной зимы. И долгое время пытались как-то там помочь этим конструкциям, да, вот этим конструкциям покрытия логистического парка, но не могли. И в результате это в один прекрасный день, ну, или в два прекрасных дня, это упало, значит, ну, ущерб там исчислялся сотнями миллионов рублей. Это материальное, по счастью, было только ущерб, да. Были большие, большие судебные тяжбы, значит, мы выступали в качестве экспертов тоже, вот, и показали, в чем там делать, да. Ну, так в общественную жизнь эта информация не очень-то проникла, так как бы любители жареных фактов почему-то на это не отреагировали, ну, и слава Богу. Вот, ну, вот тоже тут показан объект подмосковный 2007 года, кстати говоря, да, то есть 7 лет тому, вот, который упал в период завершения строительства, к сожалению, были жертвы, вот, и надо было, опять же, выяснить, о чем причина. Вот наш анализ, нелинейный анализ, физический нелинейный анализ, пространственный, с учетом эффектов физической, геометрической и структурной нелинейности, то есть возможности отрыва, контакта, сварных вот этих швов, показал, что, да, фактор, фактор податливости вот этих соединений, то есть верхних, нижних поясов и раскосов был недоучтен проектировщиками, да, а с учетом еще превышения нагрузок, там складировали строительные материалы на кровле, да, в период строительства, ну, он особенно усугубился и привел к тому, к чему мы видим, да, ну, то есть, причина была исследована и, так сказать, выволочена на свет Божий. Ну, высотки, про высотки вы, наверное, знаете, что в Москве они начали строиться, ну, вот новые уже, новые конструктивные формы, архитектурных решений, где-то лет 15 тому назад, при Игоре Михайловиче Лужкове была объявлена программа такая даже, да, там порядка 60-80 высоток должно было быть в Москве, возведено как отдельно стоящих, так и в комплексе, такие как Москва-Сити, но с приходом Сергея Семеновича Собянина, его команды, у него другая команда строителей, скажем так, все это было признано ошибочно, значит, ресурсы основные распределены на транспортное строительство, ну, а вот высотки, они как бы достраиваются, ну, естественно, их надо мониторить тоже, да, что с ним происходит. Ну, вот на тот период, период, так сказать, такого бурного подъема высотного строительства, а этот подъем происходил в условиях отсутствия, ну, или по крайней мере, дефицита нормативно-методической документации, опыта такого строительства, было очень много ошибок допущено, разного рода, при проектировании, при строительстве, при эксплуатации, вот, мы активно вот занимались и сейчас занимаемся, да, этими объектами, ну, безусловно, уникальными объектами. Здесь показаны некоторые модели в Ансисовском программном комплексе, в нашем программном комплексе и так далее. Атомные станции, ну, мы вышли из атомной энергетики, из гидроэнергетики, из гидроатомпроекта, и самые первые расчеты атомных станций в пространственно-динамической постановке, в том числе при сейсмических воздействиях, это были наши расчеты в конце 80-х годов, по нашему программному комплексу стадия, здесь показаны некоторые из них уже в новое время, постсоветское, это Билибинская атомная станция при сейсмических воздействиях, самая северная станция в России, арочная плотина при сейсмическом воздействии, большепаралетное сооружение, это вот известный объект, который сейчас называется Мегаспорт, это значит Ледовый дворец на Хадымском поле, сейчас он стоит закрыт, уже год, почти там обнаружили какая-то система трещин в трибунах, но это как бы не по вине наших расчетов, мы делали альтернативные расчеты, то есть Гекатехстрой делал в Ансисе, мы в стадию, вот, очень сложный объект, здесь наверное впервые, повторяю, это был пятый год, 2005 год, практически встык с экспертизой причина обрушения трансвальпарка, это делалось, впервые, вот в такой степени подробности, я бы сказал, этот объект был замоделирован, вот сегодня, вы это увидите в дальнейшем, мы моделируем по принципу Аксакала, или Акэна, что видим, а то мы поем, то есть, степень детализации конструкции в наших расчетах моделей абсолютно не улучшаем, то есть, любая складка, любой там конструктивный узел нами моделируется ровно в том виде, как он есть. Это все началось давно до пришествия эры BIM-технологии и прочей фигни, в которой, так сказать, обретаются многие жулики, да, а это вот, конкретные вещи, которыми мы занимались и занимаемся и продолжаем заниматься. Ну, прогрессирующее обрушение расчет этого же объекта. Ну, вы можете спросить, а почему, так сказать, вот среди уникальных зданий и сооружений вдруг нашло место, это вот примерно, вы видите, конец того, начало этого тысячелетия, тоже 16 лет, нашлось место вот таким объектам социального жилья, то есть, панельным сборным зданиям. Здесь другой компот, другое обоснование. Дело в том, что, как это ни странно, и особенно это верно для высотных, ну, для многоэтажных панельных зданий, уже не 12, не 15, не 17, а вот, предположим, современные уже 25 этажей, да, такие проекты разрабатываются, более того, строятся сегодня. Там необходимо учитывать те факторы при расчете, при расчетном обосновании таких объектов, ну, в частности, реальные свойства контактного, платформенного, так сказать, шва, который делается там из некого, там, значит, цемента, монтажных стыков, да, и вот оказалось, что те методики, которыми пользовались, ну, как бы, 60-е, 70-е, 80-е годы, вот, они сегодня являются недостаточно точными, да, для того, чтобы давать правильную оценку и прогноз состояния таких объектов. Вот мы начали заниматься этим в 2000 году, продолжили, ну, собственно, последний такой наш объект был где-то года полтора-два тому назад. Тепловые поля при пожарах. Вы можете спросить, что это за задача такая? А это важная задача, это задача огнестойкости. Задача огнестойкости, которая была, на самом деле, всегда актуальна, ну, особенно, вот там, для атомных станций, она была, так сказать, суперактуальна, да, вот, но в особенности она была осознана, как суперактуальна для гражданского строительства после обрушения башен-близнецов в 2001 году в результате террористической атаки, да, в результате вот этого. Потому что, ну, вы, наверное, знаете, но если нет, я скажу, что там ведь эти башни, что одна, что другая, выдержали первоначально механический удар, да, самолетов, то есть, они не обрушились сразу, в этом смысле, они были суперустойчивы к прогрессирующему обрушению, да, хотя многие считают иначе, это ошибочно, то есть, они устойчивы были к прогрессирующему обрушению, даже к такому, как бы, специально организованному, да, как бы, но, они оказались неустойчивы с точки зрения огнестойкости, да, то есть, пожар, который возник в результате разлива топлива и разгорания, да, он привел, там, через 30-40 минут, потому что потеряли несущие способности, собственно, несущие элементы, колонны, прежде всего, металлические, да, собственно, потери их несущей способности привела к тому, что это не обрушилось. Поэтому оценка огнестойкости сегодня, особенно вот для таких уникальных высотных зданий, да, является суперактуальной, мы также этим занимаемся. Вот здесь показано, значит, сопоставление экспериментальных, натурных и наших расчетных данных, которые показывают жизнеспособность наших подходов. Ну, из, так сказать, работ, которыми мы занимались как вы понимаете, имеющие прямое отношение к предметам нашего интереса, ну, вот, атомная станция, это вот Билибинская станция, 2000, там, какой-то 10-11 год, расчетно-сейсмические воздействия с учетом работы и строительной конструкции, и оборудования. Там вот видите, под крышей есть такие болтающиеся, как маятники, сепараторы, огромные, такие массивные, массивные такие баки, да, с паром и жидкостью. Вот, это очень сложный объект, но вот, значит, в рамках наших стадий моделей он был исследован. Лишнюю кнопку нажим, давайте, не буду этого делать. Показаны, собственно, частоты, формы колебания, реакции системы и реакции на сейсмические. Вот здесь есть и задные в виде акселерограмм. Акселерограмм и спектры ответа. Так называемые. Также наши программные комплексы Астра, Астра, Новая, Астра, модель, сложнейший объект на Сахалине, газокомпрессорная станция магистрального газопровода Сахалин-Хабаровск-Владивосток, десятибалльная, повторяйте, десятибалльная, то есть запредельная сейсмика. И надо, чтобы вот такой сложный объект, это упроводная система, состоящая из подземных участков, надземных, оборудования, опорных конструкций, да, ну, вела себя пристойно с точки зрения сейсмостойкости при таких воздействиях. Вот нам была поручена такая работа Газпромом. Мы с ними успешно справились, этот объект уже построен. Вот здесь показаны фрагменты результатов, включая субмоделирование, то есть определение напряженной деформированной состоянии наиболее напряженных тройниковых соединений. Все это в нашем программном комплексе. Вот сегодня говорят импортозамещение, импортозамещение, да, ну, вот оно, такое непоказное, не ради того, чтобы деньги вынуть откуда-то, да, мы занимаемся этим всю жизнь. Ни копейки государства не берем. Да, но нам и не дают, на самом деле, не то, что мы бы взяли, может быть. Но находятся другие умельцы. Правда, результатов деятельности что-то не видно даже под лупой, но тем не менее. Означает ли это, что мы используем либо свои программные комплексы, либо там какие-то продвинутые, расфуфыренные, западные, типа, ланцы и собакусы. Да нет, вот, вы видите, место таких программных комплексов мы с авторами дружим давно и тесно, несмотря на то, что они там на Украине, да, это никак не влияет, они едут на наши симпозиумы, мы на их симпозиумы, то есть, вот последние события на это, мы будем считать так, никак не повлияли в человеческом, профессиональном плане. Так вот, пожалуйста, программный комплекс КАД, общеизвестный, один из лидеров в этом сегменте, в сегменте специализированного софта прочностных расчетов, строительных конструкций. Вот один из объектов в Москве, очень известный объект, он сейчас достраивается, но, правда, он должен был в восьмом году быть достроен, но кризис, замораживание строительства, вот сейчас, только где-то полгода или год назад он возобновился и вроде бы близко к своей развязке. Тем не менее, здесь потребовалось моделирование и металлических конструкций, и железобетонных, и последовательности возведения, что существенно важно для итогового состояния этого объекта. Вот так, по иронии судьбы, вы, наверное, это видите, этот объект находится на 2-й Брестской улице, прямо рядом, стык в стык со зданием, где сидит Москлоскоскопертиза. Так что, такое довольно интересное соседство. Когда я бываю в Москлоскопертизе, они все время спрашивают, как с этим объектом дело обстоит. То есть, они его видят как минимум 2 раза в день, так, уходя и выходя. Ну, показан некоторый результат. Это скат. Тоже скат сейсмостойкость здания, проектного варианта здания в Краснодаре, высотного, разноэтажного, разножескосного. Вот, вот этими расчетами удалось доказать, что никаких там сейсмодемпирующих устройств, резинометаллических и прочих там эластомерных опор здесь не требуется. Да, то есть, удается критериям сейсмостойкости удовлетворить без этого. то есть, это существенная экономия ресурсов и времени на возведение этого объекта. Ну, показаны некоторые результаты, включая спектр собственного частот и форм колебания, распределение параметров НДС и армирование, проектного армирования по значимым элементам. Тоже интересные задачи, немножко другого ракурса, так скажем, но тоже имеющие отношение к безопасности, к комфортности, я бы даже больше сказал, к экологической безопасности. Отнюдь не единственный такой объект. Вот к нам пришли, если уж рассказывать про историю, к нам пришли с этим объектом, с этой задачей, когда эти здания, эти корпуса еще не были построены, ну, были забиты сваи. Объект Доминион, то есть, он рядом со станцией метро университет и были разные точки зрения в отношении того, как движение метро, ну, колебания, вернее, вибрации, передаваемые через грунт, будет влиять на эти здания не с точки зрения их прочности, конечно же, да, а с точки зрения экологии, да, ну, уровня шума и вибрации. Точки зрения были разные, то есть, кто-то говорил и более того, доказывал, что, если не поставить виброопор, вот, в зоне фундамента, не отрезать, да, вибрационном плане вышележащие конструкции, ну, собственно, жилые помещения от грунта, то уровень вибраций и шума будет выше санитарно-гигиенических норм, да, ну, и стало быть, народ там будет помирать от некомфортного, так сказать, состояния, да, ну, не сразу, но медленно и верно. Вот, застройщик, ну, это известная контора, раньше она была в ведении жены Юрия Михайловича, то есть, Елены Батуриной, ну, на тот момент, когда мы туда пришли, ее, по-моему, там уже не было, ну, как бы засомневался, решил проверить вот эти рекомендации, а вот, ни больше, ни меньше, мероприятия по антивибрационному, по антивибрационным делам, тут стоили примерно 100 миллионов рублей, вот эти резинометаллические опоры, да, ну, еще они требовали потом эксплуатации, да, то есть, затратную эксплуатацию, на возможный ремонт, замену и так далее, то есть, это такой, так сказать, вариант с козой, да, так сказать, купил козу, и теперь, значит, приобрел много проблем. Нас пригласили, и мы провели комплекс таких экспериментальных, и расчетных исследований, ну, экспериментальные включали замеры вибрации, вот, на площадке, вот здесь они показаны, это Майхав, мой хороший друг, его команда, институтский друг, который, значит, занимается именно экспериментальными делами, вот, а потом мы провели расчет этих сооружений, этих зданий, на вот этот, на эти реальные акселерограммы, так сказать, ну, то есть, своеобразный такой сейсмический расчет, да, во времени, и показали, ну, обработав, естественно, результаты, вот показана обработка с точки зрения уровня значения октавного спектра, да, и сопоставления с допустимым уровнем в децибелах, что при том уровне исходных воздействий, который был замен, то есть, это реальный уровень, да, уровень вибрации, так сказать, и шумов не превышает норм допустимых, да, санитарно-гигиенических. Ну, в результате, понятно, от этих мероприятий антивибрационного характера отказались, и, значит, по сути дела, из 100 миллионов, да, были сэкономлены, там, условно говоря, 98, да, ну, вычти из первого, второй, вы поймете, чему равна стоимость наших услуг, да, вот, собственно, значит, как мы делали. Еще одна интересная история, тоже имеющая прямое отношение к безопасности, ну, это уже такой, в прямом смысле, механическая безопасность, это новый терминал, ну, тогда он был новый, в десятом году, Внуково, который, собственно, в десятом году и должен был быть открыт, летом десятого года, ну, даже в начале лета он должен был быть открыт, Юрий Михайлович должен был быть, должен был перерезать ленточку там, тем более, как я помню, тогда это, Внуково было, муниципальной собственности Москвы, ну, это было тогда, сейчас, по-моему, это не так, но как раз в тот момент, когда вроде бы все уже было на мази, там прошла экспертиза, все расчеты, занимались этим уважаемые организации проектные, ну, типа ЦНИСК, ЦНИПСК, ну, наверное, кому-то эти названия что-то говорят, пришло такое тревожное письмо, тревожное письмо в экспертизу, что, в котором автор этого письма, ну, человек со званием кандидата наук, писал, что не все так хорошо, и утверждал, и даже прикладывал некие картинки в подтверждение своего утверждения, что вот эти узлы, конструктивные узлы, такие вот нетрадиционно решенные, вот, в конструкциях покрытия, они не выдержат, тех нагрузок, ну, прежде всего, снеговых нагрузок, да, которые ожидаются на этом объекте. И, как бы, пускать этот объект в таком состоянии невозможно, вот, а требуется некие усиления, которые, ну, потребуют соответствующие, расчетного и экспериментального обоснования, ну, и временем. Тогда обратились к нам, ну, памятая о трансфале, там, об Османном, и о ряде других резонансных, обратились к нам, с тем, чтобы мы оперативно, да, насколько это возможно, выполнили вот такие уточненные исследования, состояние всего конструкции, всех конструкций покрытия, и, прежде всего, конечно же, в составе этих конструкций покрытия, вот этих нетрадиционно решенных конструктивных узлов. Ну, мы были уже обучены этому делу, на следующем занятии я покажу, чем мы занимались по трансфальпарку, подтвердите справедливость моего утверждения сегодняшнего, вот, смоделировали все эти конструктивные узлы в трехмерной постановке, с той степени подробности, которую они заслуживают, включая, вы видите все там фасонки, сварные швы, ну, и так далее, и тому подобное, в трехмерной, физически, нелинейной, то есть упруга пластика металла, да, учитывалось, постановки. Ну, и получили, что результаты по анализу напряженно-деформированного состояния, включая локальные пластические деформации, которые же возникают, конечно же, в зонах концентрации, что вот эти локальные, небольшие и при поверхностной зоне пластические деформации не могут серьезным образом влиять на несущую способность, и если говорить о долговечности, мы применили тут методику атомных норм, наиболее продвинутые в России на настоящий момент, долговечность вот этих конструкций составляет более 300 лет, то есть, ну, существенным образом превосходит нормативный срок 100 лет. Ну, буквально через неделю после нашего отчета, тех выводов, которые содержались в этом отчете, это был, по-моему, июнь, или июль, могу ошибаться, 2010 года, Юрий Михайлович как раз торжественно разряжал ленточку во Внуково, но это его не спасло, буквально через месяц после пожаров известных московских, он был отстранен в должности маяра. Тем не менее, это был последний объект, который он торжественно открывал. Сейчас, каждый раз, когда я бываю во Внуково, я там часто бываю, так сказать, улетая и прилетая, я, естественно, внимательно наблюдаю за этими узлами, фотографирую их, но пока наши выводы, которые мы сделали, остаются в силе. Да, кстати, я забыл сказать, возвращаясь немножечко назад, вот к этому объекту, это же был наш такой расчетно-экспериментальный вывод, прошло некоторое время, объекты были построены, туда были заселены люди, мы попросили и нам разрешили выполнить уже натурные измерения уровня вибрации, да, вот, могу сказать, что наши выводы были блестяще подтверждены, как бы все были, все были, все выводы были доказаны, вот как бы натурой, да, и, ну, наши заказчики не пожалели о том, что они прислушались к нашим результатам. Так, ну, отдельная и долгая история в Дюнах, как говорится, это вот стадионы к чемпионату мира по футболу 2018 года. Вы знаете, наверное, наверняка знаете даже, да, что 12 таких стадионов, да, то есть 12 стадионов, на которых будут проводиться игры чемпионата мира по футболу 2018 года, но мы до сих пор верим в то, что они будут проводиться, в 2018 году в России, несмотря вот на этот тяжелый, то есть этот период, который начался вот где-то год назад, да, с допингами, антидопингами, ну, и два с половиной года назад с санкциями, антисанкциями, для нас чемпионат мира, да, ну, вот этот 12 стадионов в 11 городах, два самых крупных стадиона, ну, это понятно, это Лужники, где будет игры, финальная игра, в частности, в Лужниках проходить, и одна из полуфинальных, но в Лужниках там особо говорить не о чем, там конструкция, как была, так и осталась, немножко, то есть не немножко, а сильно меняются трибуны, да, вот, а несущие конструкции, конструкции покрытия остались все, да, хотя первоначальный проект рассматривался, тоже замена, если бы там была замена несущей конструкции, вот основных, то мы бы, конечно, участвовали в этом, вот, но поскольку структуры Хуснулина решили так, как они решили, они никого, кроме своих, туда не допускают, ну, и нас там не было. И слава Богу, этот объект для нас неинтересный, да, потому что, ну, там, ничего там особенного нет. То есть много денег, но, по сути, мало чего. А вот начался для нас вот этот период подготовки Чемпионата мира по футболу, задолго до, начался он для нас в 2010 году, когда в очередной раз сменилась группа проектировщиков этого стадиона, я говорю сейчас о стадионе «Зенит» в Санкт-Петербурге, ну, сейчас он по-другому называется, сменилась команда и нас пригласили вот в качестве основных расчетчиков. Ну, объект сам себе безусловно уникальный, ну, можно сказать, даже уникальный в квадрате, как его не смотри, да, по степени, если начать с конца скандальности, он, конечно, оставил позади и все другие, потому что он строится с шестого года, в восьмом году должен был пущен быть, вот до сих пор не пущен, вы знаете, да, то есть уже несколько раз сменяли проектировщиков, подрядчиков, да, очередной раз сменяли, сменили где-то полтора-два месяца тому назад, после очередного громкого скандала перерасходования средств. Ну, меня это абсолютно не удивляет, потому что я изнутри знаком, значит, и в то время, когда мы занимались этим, регулярно ездил, там, общался с вице-губернатором, там, вернее, за время нашего участия они даже сменились, вот, то есть меня это абсолютно не удивляет, но нас интересует, вы понимаете, конечно, не вот эта скандальная сторона, а объект, как объект архитектурной мысли, объект инженерной мысли, ну, и, безусловно, так сказать, воплощение, построенный строительный объект. Он, безусловно, уникальный, по целому ряду параметров, которые, ну, скажем, в России, да и в мире, на самом деле, да, ну, выводят его, может быть, в первую пятерку, ну, может, десятку, да, таких сооружений. Хотя, уже много построено таких, вы знаете наверняка, стадионов, да, там, взять, там, стадион Олимпиады, там, например, «Орлиное гнездо», там, да, в Пекине, или, там, в Эмблее, к чемпионату по футболу, там, и к Олимпиаде в Лондоне, ну, то есть, есть вполне достойный комплекс стадионов в Федеративной Республике Германии, во Франции, то есть, там, в Италии, то есть, это очень такие достойные стадионы, конечно. Ну, чем он уникальный? Помимо того, что он, вот, находится на берегу, такого, довольно болотистого, да, так сказать, берега Финского залива, в районе Крестовского острова, ну, на месте старого стадиона Минькирова, ну, прежде всего, конечно, что болотистая местность, поэтому, там огромное количество свай, мы это увидим, да, то есть, порядка 12 тысяч свай. Это, как бы, вообще, но еще, так сказать, есть усиление свай, тех зонок, которые того заслуживают. Во-вторых, вы, наверное, видите, ну, если не видите, я вам скажу явно, что, видите, вот это футбольное поле, видите, оно где-то находится, оно выкатное, то есть, на время проведения, ну, или близко к времени проведения матчей, в частности, матчей, чемпионата мира по футболу, а здесь будет один из полуфиналов проводиться, поэтому здесь вот повышенные требования FIFA были, в том числе по количеству зрителей, там около 70 тысяч должно быть вот на этом стадионе, вот, то есть, на время проведения он вкатывается, да, на это футбольное поле вкатывается, ну, в арену, да, а в другое время выкатывается с тем, что вот эта травка могла нормально расти, потому что там внутри она гнила бы, да, и не росла, вот, то есть, это вот комплекс таких конструкций и механизмов по вкатыванию-выкатыванию, масса проблем была с этим, хотя этой частью проблем мы не знаем, но, для того, чтобы вкатить-выкатить, то должны быть, вот должен быть такой мост устроен, да, в трибунях, а так вот сделали, что это мост устроен как раз в фанатском секторе, где наибольшие нагрузки на самом деле, да, и безусловно, этот мост должен быть из преднапряженного железобетона, но иначе это все не выдержит, да, а конструкции трибуны железобетона, я хочу напомнить, то есть, это вот другая проблема, третья проблема, мы видим, что это вантовая конструкция покрытия, то есть, вот тут 8 пилонов, 4 с каждой стороны, и ванты, которые здесь держат стационарную часть вот этой кровли, ну, это вот такие ферменные конструкции, и, наконец, вы видите, раздвижная кровля, да, то есть, это прозрачно, то есть, она развегается на время проведения, да, и может развегаться, ну, скажем, зимой, да, зимой, когда тут могут проводиться какие-то иные мероприятия, да, ну, например, там какие-то концерты, там, фестивали, да, то есть, очень такое кудряво решенная, так сказать, конструкция, ну, архитектурный облик был придуман, собственно, выиграл этот проект, конкурс, известным японским архитектором, боюсь сейчас соврать его имя, ну, что-то похожее на Курасаву, ну, что-то в этом духе, да, то есть, он напоминает такой своеобразный корабль с парусами, да, ну, так вот, вид с финского залива, но, надо сказать, что это была такая лебединая песня этого японского архитектора, вскоре после того, как этот конкурс был архитектором, выигран, но он умер, да, ну, то есть, это такое достойное завершение его архитектурной жизни, можно сказать, но все проблемы начались ровно после этого, да, ровно после этого, повторяю, менялись проектировщики, менялись строители, и сегодня мы можем молить Бога, чтобы к 17-му году, когда надо пробную эксплуатацию проводить, то есть, Кубок конфедерации, да, в 17-м году, вот этот объект был сдан, да, хотя, чиновники питерской администрации всячески уверяют, что это будет сделано, но, у меня, например, как не было веры к ним, так и не было, ну, я их знаю слишком близко, вот о расчетах, о расчетах, ну, и о конструкции тоже, вот обращаю ваше внимание, сейчас обращу, сколько моделей, разных моделей мы построили, для того, чтобы сделать расчетное обоснование, это не одна, не две, не десять, и гораздо больше отдельных фрагментов, свайного поля с фундаментной плитой, с гребенкой трибун, с этим мостом преднапряженным, с покрытием стационарным, раздвижным, да, совместно, раздельно, при разных факторах, это огромный был комплекс работ, ну, вот за полтора года, там еще поменялся немножко проект за это время, да, мы два раза проходили главгосэкспертизу, мы доказывали, не только в главгосэкспертизе, что само по себе достаточно сложно было, и предоемка, но и доказывали, так сказать, на советах городостроительных в Петербурге, вот как раз, которые проводили, проводили вице-губернаторы по строительству, а там были ведущие специалисты, из ведущих, ну, европейских фирм, по проектированию расчета таких, это вот французские, немецкие фирмы прежде всего, вот нам все это удалось, да, и в принципе, мы из этого проекта вышли ровно тогда, когда поняли, что вот эта вот неразбериха, а я должен сказать, что во главе этой неразберихи стоит именно администрация Санкт-Петербурга, да, а вовсе не подрядчики там, и тем более не проектировщики, да, что она просто может нас поглотить, и мы из этого не выйдем. Вот мы тогда вышли из этого проекта, хотя, повторяю, все расчетные обоснования, утвержденные главгосэкспертизы, были проведены, и, собственно, тот проект, который сегодня реализован, ну, по сути уже реализован, там осталось не так много, вот, это результат вот нашей деятельности, в части расчетного обоснования. Показаны некоторые фрагменты, в частности, конструктивные узлы, расчетное обоснование, и комплексы, сопоставления с разными программными комплексами. Это все наши расчеты. Сегодня, я чуть позже об этом тоже расскажу, и даже покажу, в другой презентации, да, сегодня вот этот список, список стадионов к чемпионату мира по футболу, который прошел через наши руки, и прошел главгосэкспертизу с нашей помощью, он насчитывает 7 объектов из 12, да, ну, повторяю, значит, не всеми мы занимались, вот, ну, вот, помимо Санкт-Петербурга, Санкт-Петербурга, Зенита, по другим объектам, там такого ужаса нету, ну, там везде ужас, но он не такой, как бы, в таком размере, там стадионы поменьше, на 45 тысяч зрителей, да, поскольку там не проводятся игры полуфинала или финала, то есть там, вот, как бы, требованы 45 тысяч зрителей, стадионы все уникальны, повторяющихся среди них нет, особенно, вот, облик, особенно конструкция покрытия, все, как бы, одно на другое не похоже, я отдельно этому коснусь, но это 7 стадионов, включая Зенит, это еще и Самара, они все сейчас строятся, да, это Самара, Волгоград, Нинь-Новгород, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, и реконструкция Фишта, это вот в Сочи стадион, который после Олимпиады должен был, сейчас реконструироваться, под нужды футбольного стадиона, да, то есть вот всего 7 из 12, ну, неплохой показатель, вообще говоря, вот, опять же, для частной фирмы, да, научно-исследовательской, ну, повторяю, стадиона мы еще, так сказать, коснемся, а вот здесь показаны некоторые фрагменты таких интересных объектов для Олимпиады Сочинской, ну, некоторые, повторяю, объекты, ну, один из интересных, это саннобобслейная трасса, при комплексе воздействия, там и температура, и сейсмика, и движение болида спортивного, вот здесь показаны модели виражей, ну, это самая большая на сегодняшний день трасса в мире, да, саннобобслейная, вы, наверное, знаете, что эти саннобобслейные трассы, их немного, и они строятся, каждой новой Олимпиаде строится вот по одной такой трассе, да, вот, и даже есть одна фирма, которая это все проектирует, ну, такая немецко-швейцарская фирма, вот, мы занимались расчетным обоснованием здесь, провели его, заказчиком была фирма Мостовик, которая сегодня успешно обанкротилась, как и многие другие строительные фирмы, а руководитель, который сейчас под следствием, да, и там, по-моему, уже судебные некоторые заседания проходят. Ну, показан ряд результатов. Ну, из таких тоже знаковых, больших объектов, интересных объектов, вот здесь показано дальневосточный, один из дальневосточных объектов, это верфь крупнотоннажного самозастроения, звезда, это рядом с Владивостоком, огромный такой ботапорт, так называемый, альтернативные расчеты обоснования в НСС и в СКАДе, с очень подробным моделированием вот этих металлоконструкций. Строительство этого ботапорта приторможено было последние годы, ну, как и многое другое на Дальнем Востоке. Тем не менее, развитие идет, и такое обоснование было выполнено. А, я еще забыл, это восьмой стадион, да? Ну, просто мы не всем стадионом занимались, а занимались наиболее напряженными конструктивными узлами. Это тот стадион, который, как вы знаете, уже построен. Тогда, когда мы им занимались, он назывался стадион «Спартак». Сейчас это как-то открытие арены или что-то в этом духе, да? Тушина в Москве. Наиболее напряженные конструктивные узлы. Значит, это вот мы занимались этим объектом. Фасадные конструкции, ну, в частности, высотных зданий, требуют отдельного внимания, потому что известны случаи, ну, и в Москве, в частности, они известны, да? Когда несущие конструкции находятся в более-менее нормальном состоянии, а фасадные конструкции трещат или даже отваливаются, да? И надо понимать, от чего. Ничего хорошего в том, что они отваливаются, нет. Ни с точки зрения эстетики, ни с точки зрения безопасности. Вот я должен сказать, что часто бываю на этих объектах, ну, московских, по крайней мере, и не только московских. И вот один раз я был на одном из объектов, который уже сдан был в эксплуатацию, да? Высотный объект в Москве, не буду указывать, да? И проходя мимо него, я такой ощутил звук пуль, да? Ну, то есть, прямо рядом со мной несколько шурупов там с какого-то там сорокого что ли этажа упало, да? Даже не выстрелив, а упало. Ну, вот если бы они попали в меня, то, наверное, от меня бы ничего не было, да? Вот. То есть, это действительно серьезный вопрос. И некоторые из наших сотрудников, аспирантов этим вопросом тоже занимались. Вот как бы прочность фасадной конструкции при комплексе воздействий, в том числе тех ветровых, которые мы сами определяем. Ну, вот про ветровые воздействия обещал немножко сказать, с чего это начиналось. Тоже, как видите, Владивосток. По сути, это был первый объект, наверное, да, первый объект, в который мы вот попытались арсенал средств чистого моделирования, использовать для оценки ветровых нагрузок на такой проектируемый комплекс в Владивостоке. Он должен был построен быть к сессии АТС 2012 года. Но к сессии АТС 2012 года был построен кампус Дальневосточного федерального университета на острове Русский, в котором мы были, сколько месяцев назад, да? В частности. Еще ряд объектов был построен там. Ну, тот, в частности, мост русский, мост там через Золотой Рог, Ивантовый. А этот не был построен и до сих пор не построен. Но, тем не менее, мы им занимались. Фирма, которая инвестировала этот проект, это фирма из Гонконга, должна была провести продувку. Значит, на продувку в аэродинамической трубе времени не хватало, да и трубы такой не было. Поэтому это был первый объект, который они нам поручили, но с требованием убедить экспертизу и убедить ЦНИСК, как законодательный орган в этой области, в области нагрузки и воздействия ветровых, в том числе, в том, что наши исследования верные и доказательные. Нам удалось, хочу сказать, и то, и другое. И это была, по сути, такая путевка в жизнь. Повторяю, и мы сами, и потом за нами вслед уже целый ряд коллективов пошли этим путем. Вот здесь показаны некоторые результаты. Ну, после этого ряд московских объектов в застройке, да. Большая часть их уже построена. По целому ряду защищены диссертации вот такого рода исследований, моими аспирантами в том числе. Вот показаны целый ряд объектов. Вот это московские объекты. Ну, в том числе, вот такие весьма экзотические объекты, да. Как вот шлой комплекс Зодиак со всякими такими ветровыми туннелями специально, как будто специально организованными, да, где ветровой поток довольно успешно усиливается, да, и создает дополнительные нагрузки. Ну, это как бы плохо и для пешеходной комфортности тоже. Ну, вот объект тоже нашего аэродинамического интереса. Это один из олимпийских объектов, в частности, в данном случае, это железнодорожный вокзал в Адлере. Такой очень сложной такой крыловидной формы с большими такими стеклянными покрытиями. И надо, чтобы вот эти стеклянные покрытия, эти фасады как бы не вдавливались и не выдавливались, да, в результате ветровых нагрузок. Видите, какая сложная модель, комплекс сооружений. Здесь море, там горы. Все это было учтено. В модели иной получено распределение ветровых давлений, вот, по которым уже можно потом было рассчитывать как несущие, так и фасадные конструкции. Ну, это тот же самый высотный комплекс «Дирижабль». Вот видите, вот он, вот тут где-то, так, или вот тут где-то, я уж не помню, да, распределение ветровых нагрузок. То есть мы вращаем ветер с шагом 10 или 15 градусов, строим огибающиеся и смотрим худшие варианты с точки зрения нагрузок на несущие, на фасадные конструкции и пешеходной комфортности, с учетом, повторяю, видите, все окружающие застройки, которые можно. Хороший вопрос. Не уверен, что я могу дать хороший ответ на него, но ответ такой. Мы много думали, понятно, мы же занимаемся этим не один год и уже даже не десятилетие. Естественно, все это делается в результате верификации модели, то есть мы сгущаем сетку, да, и смотрим тот результат, который становится установившись, то есть он не зависит от размера сетки. Размер сетки конечных элементов, ну, точнее говоря, конечных объемов, как это в аэродинамике принято, в тех программных комплексах, которые мы пользуемся, вы видите, ANSYS CFX, ну, или ANSYS Fluent, вот, он достигает для таких задач, то есть размерность вычислительная, да, сегодня уже десятков и сотен миллионов, да, понимаете, расчетную. То есть вот какая подробность. Особенно это важно для определения нагрузок на фасадные конструкции, да, где степень подробности сетки должна, и пешеходной комфортности, то есть это приземный слой, да, то есть там нельзя делать большие слои, иначе мы не определим то самое, ради чего мы это делаем. Вот. Теперь как мы учитываем вот эту застройку, да, по идее нам ее должны выдавать заказчики, да, ну, те, кто нам заказывает работу. Как правило, этого не происходит, да, как правило. Поэтому мы делаем, ну, опять же, не сразу, мы к этому пришли, делаем несколько вариантов расчетов, да, и выбираем, понятное дело, худший вариант для дальнейшего расчетного обоснования прочности. Сделаем вариант здания в чистом поле, ну, как мы это называем, да, ну, как бы одно здание стоит. Это такая печка, условно говоря, в которой мы пляшем, да, ну, предположим, вокруг все снесут, да, ну, все равно здание должно стоять, да, вот мы смотрим такой вариант. Потом делаем вариант с той застройкой, которая есть по, там, условно говоря, Google Map, да, вот. По Google Map, естественно, там не все, не всегда бывает актуально, но, тем не менее, мы это актуализируем, да. И, если известно, иногда бывает известно, иногда не бывает известно, если известно какие-то перспективы дальнейшего строительства, да, делаем еще и этот вариант, да. И вот мы смотрим эти два или три варианта, да, и для дальнейшего, то есть, проектирования предлагаем нашим заказчикам наихудший вариант, да. Ну, мы считаем это правильно в инженерном смысле, да, хотя и весьма, и весьма трудоемко, безусловно. Должен вам сказать, несмотря на, вот, как бы, ну, оглядываясь на свой сорока с лишним летний, сорока с лишним летний опыт расчетного обоснования, и разработок, конечно, там, 40, 30, да и 20 лет тому назад, я не могу представить, что такого объема, такой трудоемкости, да, работы можно выполнить, да. За обозримый срок мы это делаем за полтора-два месяца, да. Нам никто не дает, там, на это год или полгода, да. Все говорят, как всегда, вы знаете, что надо все вчера сделать, да, там. Они говорят, ну, пришли в экспертизу, от нас просят, а у нас нету, давайте, вот. А в экспертизе, там, через месяц, полмесяца нас выкинут, да, заставят повторно проходить. Вот. Тем не менее, вот за полтора-два месяца мы такие работы делаем. И вот те объекты, которые я показал по ветровой аэродинамике, вот, это все такого рода объекты. Ну, вот еще один, это Рублевские огни на Рублевском шоссе. Тоже построенный уже объект, мы, естественно, мы им занимались на стадии проектирования. Вот. Ну, вы видите, вот область расчетная, да, вот, которая как раз, из которой выдавлены вот эти все здания, да. Ну, и здесь показаны некоторые результаты, в данном случае, линии тока при определенном угле, на определенной высоте. Очень интересные, сложные, красивые картины. Некоторые из них у нас просили в музее современного искусства изобразительного, да. Особенно они же анимационные, да, то есть там, они выглядят очень завораживающе, да. То есть, как перформанс, как инсталляция, да, своеобразная. Вот. Действительно, это, так сказать, такой своеобразный элемент современного изобразительного искусства. Тоже можно рассматривать. Ну, не буду подробно. Вот степень подробности, кстати, видите, тут видна на фасадных конструкциях, да. Она позволяет, собственно, с точностью до каждого проема, до каждой там хромуги, до каждого там элемента фасадной конструкции навесной, да, определить распределение, вот такое достаточно сложное распределение ветрового давления, да. Вы спросите, можно ли это получить аналитически или по СНИПу? Нет, конечно. Можно ли это получить в аэродинамической трубе, ну, в том числе, вот, которые рядышком тут находятся, да, которые вбуханы сотни миллионов рублей? Нет, конечно. Никто вам такую модель не сделает, да, в такой степени подробности. Ну, это, как бы, атрибут, особенность, преимущество численного моделирования своими. Ну, вот, казалось бы, из другой оперы, тоже олимпийский объект, трамплин. Ну, вернее, это трамплинный комплекс. Там, вы знаете, два трамплина. С этим трамплинным комплексом тоже, вы, наверное, слышали, масса проблем было, да. Ну, это, в основном, проблемы, связанные с оползневыми склонами. Первоначальная цена, там, в полтора или в два миллиарда, я не помню, она была увеличена в 3-4 раза, да, в результате противоползневых мероприятий. Ну, на этом деле, погорели, там, застройщики. Вот, они вынуждены были эмигрировать. И за это взялись, там, разные турецкие организации, так скажем, да, которые зашли в корни класса. Ну, к нам пришли с несколько другой темой, с другой задачкой. Хотя, с этим же объектом я был экспертом, а в главу с экспертизой по прочностной части. А вот по аэродинамике достаточно такая интересная, ну, свежая для нас была постановка. Ну, вы, наверное, даже не догадаетесь. То есть, речь не шла о том, устойчива ли эта конструкция к ветровым нагрузкам, ну, или, там, определение ветровых нагрузок на трамплин. А задача была совсем другая. Поскольку этот трамплин оказался неудачно расположен с точки зрения ветровых потоков, да, неудачно, ну, так не подумали, да. Оказалось, что там очень достаточно сильные поперечные ветра, то есть поперечное направление. И если специально не предусмотреть, то был велик шанс, ну, более того, он был не просто велик, а он стопроцентный, что во время разгона спортсменов, да, его просто будут сдувать с этого стола, да. Ну, вместо того, чтобы он двигался вперед, он будет как бы там пытаться удержаться на вот этой, я так сказать, на лыжне, да. Поэтому там потребовались такие барьеры, но они, естественно, свето-прозрачные барьеры. Надо было понять, сколько и каких их поставить. Для этого пришлось решать вот такую задачу ветровой аэродинамики, вот поперечного такого обтекания и оптимизировать форму этих барьеров, форму расположения. Ну, здесь показаны некоторые результаты. И, собственно, тот вариант, который был предложен нами в результате расчетного обоснования, он и был принят в качестве базового и был построен. Ну, вопросы пешеходной комфортности, они актуальны на самом деле не только для вот высотных комплексов или каких-то застройок. Ну, вот здесь показан пример, это тоже где-то там 4-5 лет тому назад, такой комплекс Пулково-Аутлет, это в Санкт-Петербурге, недалеко от аэропорта Пулково, такой торговый комплекс огромный, да, огромный торговый комплекс. Это такой лабиринт, значит, вы видите, да, лабиринт таких торговых щитей, ну, по сути, на открытом воздухе, да, связанных друг с другом. И в этом лабиринте могут возникать серьезные ветровые потоки. Ну, то есть, ветер там может где-то усиливаться, где-то наоборот. Вот, и, конечно, ничего хорошего, если он там где-то начнет сбивать с ног там, да, значит, каких-то посетителей, ну, и особенно посетительниц. Вот определение ветровых потоков и параметров пешеходной комфортности, вот здесь как раз было уделено большое внимание. Ну, и опять же, соптимизировано по результатам такого рода исследований. Давайте я тут пропущу целый ряд очень важных, но, возможно, необязательных разделов. Хочу только сказать, что наши наработки, они оказались где-то там 4 года назад сильно востребованы после фукусимской трагедии, да, после фукусимской трагедии, после вот цунами, да, после аварии на атомной станции в Японии, вы, наверное, знаете, по сути, атомная энергетика в Японии была свернута, ну, там, в течение буквально нескольких месяцев. И перед всей мировой атомной энергетикой стал вопрос, куда двигаться дальше и как двигаться, да, то есть, ну, разные люди пошли по-разному, разные страны. Вот Япония свернула, ну, там, недовиденно. Ряд стран тоже стали сворачивать, ну, или там интенсифицировали сворачивание, даже, так сказать, атомной энергетики. Другие пошли другим путем, ну, та же Франция, у которой 85% энергетических мощностей – это атомные станции, да, пошла другим путем, например. Ну, американцы как-то так явно не выразили свои позиции. Россия тоже пошла другим путем. Каким путем она пошла? Она пошла путем, так сказать, увеличения, ну, по крайней мере, так было объявлено, да, путем увеличения безопасности атомных станций. Ну, просто сказать безопасность – это политический лозунг, да, ну, как бы, если он ничем не подкреплен. Вот. В чем мы видели, в чем мы предложили Росэнергоатому и Росатому, вот, как бы, пути по поведению безопасности? В частности, в расчетном обосновании, в моделировании экстремальных нагрузок и воздействий, да, причем по методикам нового поколения, которые учитывают факторы, ранее не учитывавшиеся или учитывавшиеся несовместно. Ну, как вот по цунами, да, вот, отдельное землетрясение, отдельное цунами. На самом деле, это же взаимосвязанные факторы, да. Вот. И вот здесь мы провели такой огромный комплекс, буквально за год, огромный комплекс исследований, методических исследований разработок по заданию Росэнергоатома по созданию вот этих методик определения экстремальных, внешних, прежде всего, ну, такого и климатического свойства, и вот аварийных типов удара самолета, да, воздействий на новом уровне, то есть на новом уровне численного моделирования. Вот здесь показаны основные эти воздействия, которые мы исследовали, и методики, которых мы предложили учет. Ну, здесь показаны некоторые результаты, в частности, вы видите, ветровая аэродинамика, ураганная аэродинамика и аэродинамика, связанная со смерчами, особенно это актуально для градиринга тонкостенных, видите, воно обтекания, распределение ветровых давлений, удар самолета, видите, моделируется самолет, взаимодействие, разрушение не только самолета, но и бетона, разлив топлива, вспоминаем башни-близнецы, да, разлив топлива, решение температуры, пожар, решение температурной задачи, анализ состояния защитной оболочки. Это вот пятна. Ну, вот это все нашло отражение в наших предложениях, значит, нормативы новые. К сожалению, должен сказать, что все госкорпорации, и Росэнергоатом, и Росатом отметили не исключение, несмотря на победные реляции, крайне непоследовательны в своих научно-исследовательских устремлениях, да, то есть по идее предполагалось, что мы будем работать дальше, развивать, но это была некая компания, постфокусимская, да, которая, так сказать, через год затухла, носила характер компанийщины. Печально, печально, но факт. Ну, другая работа тоже по заказу Росэнергоатома, это я уже показывал, то есть совместная работа основания, сооружения, трубопроводов и оборудования, методологические подходы, как это делать, потому что до сего дня все это делается раздельно, а это неправильно, они взаимосвязаны. Вот здесь показано, как это делать. Ну, вот на этом деле две кандидатские было защищено моими аспирантами, да, но нам бы хотелось, чтобы это вошло в практику проектирования и исследования реальных атомных станций. Нам бы хотелось. Ну, я не буду мучить вас всякими подробностями нашей научной жизни, она достаточно разнообразная и не исчерпывается только России. А я хотел бы показать, у нас, по-видимому, есть еще некоторое время, да, ну, час, по крайней мере, да. Перерыв будем делать? Какие есть мнения? Ну, пять минут перерыв технологический, да. Пытаемся делать финишный рывок, то есть к девяти часам, да, то есть у нас остается там чуть меньше пятидесяти минут. Я возвращаю у вас в такую, ну, в современную нашу действительность. Вот, опять же, последние наши работы, наработки, разработки, исследования в области безопасности, напряженно-деформированных состояния, прочность, устойчивость, нагрузок воздействия, уникальных зданий и сооружений. Книжка, которая, повторяю, доступна, если кто-то заинтересуется на определенном этапе своего жизненного цикла, да, этими подробностями. Задачи, о которых я говорил. Вот, логическая база, программные комплексы. Далее, объекты, да. Ну, вот здесь показано относительно последний, ну, то есть там год-два, то, чем мы занимались. Вот один из очередных объектов московской застройки. Видите, такие три рядом стоящих здания. Это проект, разумеется, да, то есть на стадии проектирования мы занимаемся исследованием ветровых нагрузок и воздействий. Вот как раз ответ на вопрос, то есть как в варианте чистом поле и застройки, да, опять же, сопоставляем эти результаты. Вот степень подробности тут тоже видна. Вот как и результаты. Ну, в данном случае это касается нагрузок на фасадной конструкции. Видите, фасады решены очень экзотично и кудряво архитекторами, да, значит, никакая аналитическая методика или там, тем более, СНИП, да и никакая труба в такой степени подробности это не сможет взять, да, то есть модель, макет трубы нужно будет делать много месяцев, да, вот. Никто таких времен не дает, вот. Да и измерительная аппаратура в этих трубах не позволит, так сказать, измерить во всех этих точках, да, это просто вы умрете от объема измерения. Вот чистные модели, математические модели, реализованные в мощных программных комплексах, ну, к сожалению или к счастью, западных программных комплексах, да, вот, позволяют задачи вот такой сложности, размерности решать, определять нагрузки на несущие фасадные, пешеходные, комфортные сны, в ряд этих параметров. Вот видно, как, видите, как достаточно неочевидно выглядит картина распределения нагибающих литровых давлений, углов атаки, при которых эти максимумы достигаются, ну, для всех комплексов или отдельных стоящих зданий. Ну, вот, например, как выглядит картина обтекания всего, во всей области. Мы видим, где тут усиление, где ослабление ветровых потоков, ну, и то же самое подавление. Ну, значит, здесь, значит, я, наверное, опущу, хотя это вот тоже, вы помните, да, объект наших интересов еще там 30-40 летней давности, то есть система основания арочной плотины до хранилища, сейчас этой темой занимаются наши аспиранты некоторые, ну, в том числе и иностранные, которые к нам прикреплены, ну, вот здесь показаны некие модельные задачки, которые мы решаем. Сопоставление с мировым сообществом. Еще интересный комплекс вопросов. Мы говорили о том, что современные постановки позволяют, современные методы, ритмопрограммы позволяют решать задачи в связной постановке. То есть, когда мы говорим, что существуют нагрузки и воздействия, мы считаем, что эти нагрузки и воздействия там статически или динамически прикладываются к нашим конструкциям, да, ну, и конструкции наши реагируют, да, то есть в виде некого напряженно-деформированного состояния реагируют на эти нагрузки и воздействия. Но отнюдь не всегда это так, отнюдь не всегда, да. Иногда бывает, и вот задачи аэро-гидроупругости как раз относятся к таким задачам, иногда бывают такие связанные постановки, при которых не только поток воздействует на конструкцию, особенно если она гибкая какая-то, да. Ну и конструкция, деформируясь в динамике, да, видоизменяясь, видоизменяет сам поток, да, то есть происходит такой переток энергии, возможно, эффекты типа автоколебания, ну, вспоминаем, флаттер, галлопирование, бафтинг, да, известные самолетные там и ракетные практики такие термины, вот, при которых могут происходить катастрофические последствия, то есть многократное увеличение колебаний таких конструкций. И вот все это дело усечь, можно только вот в такой связанной динамической аэро-гидроупругой постановке. Ну, здесь показаны работы, как раз, которые проводили некоторые наши защитившиеся аспиранты на эту тему, и мы видим инженерные методики, которые достаточно ограничены в своих возможностях, эксперименты, которые тоже имеют такой разовый характер и не позволяют строить обобщающие методики. Ну, и, наконец, численное моделирование, где как раз мы активничаем, активничаем, ну, и некоторые примеры мы показываем, то есть от этого, этой активности, и результаты этой активности тоже. Ну, показана некая методика, не буду вас мучить, как это делается, это достаточно сложные, продвинутые методы со смешанной постановкой. Вот показана один из примеров, ну, или группа примеров, группа задач, которая нам была поручена транснефтью, другой такой неогоскорпорацией, в сейсмоактивном районе, огромные резервуары, там до 50-70 тысяч кубометров, с нефтью, ну, чуть поменьше это с водой, повторяю, в районе 8-9 балльной активности, и задача в том, чтобы не было перелива этой нефти, иначе там могут быть пожары и так далее, да, то есть волна, надо определить, как волна там происходит, идет волна, и чтобы по прочности и устойчивости тоже вот эти там костенные резервуары выдерживали такое сейсмическое воздействие при взаимодействии с, так сказать, налитой жидкостью, да, и колеблющейся. Ну, вот эта задача такой, в смешанной постановке решалась, здесь показаны некие картины волнообразования, реакция резервуаров, ну, надо сказать, что современные нормативные методики, даже наиболее продвинутые, скажем, в атомной энергетике, они дают весьма-весьма неточные результаты, здесь это показано, да, что они в разы отличаются от тех результатов, которые получаются по численному моделированию, то есть это, повторяю, связанная динамическая постановка. Ну, вот еще более сложная задача тоже из этой серии, из серии резервуаров транснефти в сейсмоактивных районах, ну, тут конкретный район Новороссийска, видит, что тут задача усложнена, то есть помимо резервуара переменной толщины стенки, ну, и самой нефти, поверху плавает понтон, ну, или плавающая крыша, которая еще, так сказать, направляющая стойки там, с зазором, да, то есть вот такую связанную систему надо посмотреть, чтобы там и понтон, как бы не ударил по стенке, и чтобы стойка, не дай бог, не сломалась, потому что там всякие электрические, так сказать, проходят коммуникации, вот, чтобы искра не возникла, иначе тоже пожар, и, так сказать, огромные последствия, урон. Вот в такой связанной, очень сложной постановке, многокомпонентной постановке, задача тоже была решена, вот, и даны были соответствующие рекомендации. Ну, здесь показаны некоторые результаты этих исследований, некоторые выводы, которые мы делали. Сейчас пишем книжку, монографию на эту тему. Ну, я обещал вернуться к теме стадионов, к чемпионату мира, вот, собственно, обещание мы ее выполняем. Ну, по Санкт-Петербургу мы говорили уже, да, вот Самара, вот Волгоград, вот Нижний Новгород, вот Ростов-на-Дону, вот Екатеринбург, да, ну, плюс, мы уже говорили, Фишт, ну, и так, плюс-минус Спартак, да, там узлы конструктивные мы смотрели, то есть у нас так, семь с половиной, да, если можно сказать. Вот показаны расчетные модели, опять же, принцип главенствует и торжествует принцип, что вижу, о том пою, то есть степень подробности нашей модели, без всякого фанатизма, а по необходимости, доходит до каждого, до моделирования каждого конструктивного элемента и узла, да, то есть нет ничего, что мы бы пропускали мимо, да, что требует внимания с точки зрения параметров напряженно-деформированного состояния, оценки прочности, устойчивости и безопасности. Это касается и основания, и свай, и фундаментной плиты, и конструкции гребенки, трибун, и конструкции покрытия, стационарной, нестационарной, при комплексе нагрузок и воздействий, как основных, так и особых, ну, в частности, к особым, в ряде случаев относится сейсмическое воздействие, ну, например, для Ростова-на-Дону, вот, в ряде случаев, ну, или во всех случаях относится воздействие, приводящее, или там, могущее привести к прогрессирующему обрушению, да, то есть внезапное удаление основных, несущих, конструктивных элементов и анализ последствий такого удаления. Ну, вот здесь показан стадион в Гетенбурге, как он выглядит, это один из последних, которым мы занимались, ну, сейчас вторая волна идет, мы занимаемся научно-техническим сопровождением на этапе строительства, да, но это уже как бы другая тематика. Показаны, опять же, характерные модели, модели трибун, модели покрытия, совместная модель, да, спектр, собственно, частоты форм колебаний, анализ последствий локальных разрушений в рамках концепции защиты от прогрессирующего обрушения, да, в котором мы должны доказать, что вот удаление основных несущих элементов не приводит к прогрессирующему обрушению, да, всей конструкции, ну, или значимой ее части. Ну, вот здесь показано, видите, такой интересный коллаж, как бы, как выглядит наша модель, как выделит реально построенный фрагмент, ну, в данном случае это Волгоград-Арена, Волгограде, видите, как бы из серии найдите два отличия, в общем, трудно найти. Екатеринбург, похоже. Ну, вот я буду в Екатеринбурге в начале октября, там такой форум 100+, третий раз уже проводится, огромный международный форум, там порядка 33 тысяч участников, ну, и порядка 200 спикеров, там, и 10 модераторов. Ну, вот я там один из модераторов и спикеров, пусть вот, наверное, смогу посмотреть, в какой стадии сейчас находится это строительство. Нижний Новгород, опять же, модель и, как бы, этап строительства. Ну, про олимпийские объекты я уже говорил, тем не менее, вот здесь показаны для прибрежного кластера те объекты, которыми мы занимались, это вот желтый цвет, ну, серьезный объект, видите, большой ледовый дворец, берегозащитные сооружения, вопрос нерешен, их размывает постоянно, то есть, сколько туда миллионов не вкачивает, и, так сказать, кубометров гальки, все это смывается в каньон, есть на то объяснение, но, как бы, это отдельная тема, ну, вот реконструкция стадиона Фишт. Горный кластер, я говорил о санках, то есть, это саноборфлиный комплекс, амплинный комплекс, вот пару слов скажу о таком, не таком знаменитом и нашумевшем объекте, но очень интересным с точки зрения методологии и результатов расчетного обоснования, ну, и прохождение экспертизы тоже, это вот этот комплекс горная карусель, город Горки Мол, вот как он выглядит, на последнем этаже этого торгово-развлекательного комплекса, видите, такой аквапарк, светопрозрачная кровля, масса проблем с этим объектом было на этапе расчетного обоснования, с учетом сейсмики 9-ти бальной, с учетом одной тонны на квадратный метр снега, который там должен лежать, ну, по крайней мере, по проекту так было, да, в действительности мониторинг не подтверждает это, там больше 100 килограмм на метр квадратный не лежит, и есть там обоснования, но тем не менее, это уже следующая стадия, мониторинг, которым мы сейчас занимаемся, вот, большой комплекс был так, исследований сделаны альтернативных, на альтернативных моделях в разных программных комплексах в Ансисо-Лире, вот, ну, я, да, включаю, видите, вспоминаем Внуково, да, прочность трехмерной постановки наиболее напряженных конструктивных узлов конструкции покрытия, почему мы занимаемся мониторингом сейчас, потому что конструкция была построена с серьезнейшими отступлениями в тропях, во-первых, и с серьезнейшими отступлениями от проекта, да, то есть, надо понять, как она будет жить дальше, но и вовремя отреагировать, если там возникнут проблемы, вот сейчас этим занимаемся, ну, здесь показаны сопоставления в разных программах, статика, динамика, формы колебаний, не должны показывать разные результаты, вот смотрите, Lira и Ansys, да, 1.08, 1.19, разница 2%, это приемлемая разница, да, если было бы 20%, даже 10% собственно, что, да, это неприемлемо абсолютно, да, то есть, вот ровно тогда и с тех пор, как мы достигаем такого близкого соответствия, а не столько даже по частотам и формам, сколько по параметрам напряженно-деформированного состояния, но это взаимосвязано, разумеется, да, мы можем говорить, что результатам, которые получены по той и той программе, да, если они так близки, можно верить, и можно их скласть в основу тех выводов, ну, которые, так сказать, на которых зиждется проект, да, с точки зрения несущей способности, вот, вот видите, сколько сценариев локального разрушения в рамках концепции прогрессирующего было рассмотрено, пять сценариев, да, вот, все они показали, что конструкция покрытия, ну, это вообще свойственно сетчатым конструкциям, очень хорошо приспосабливается, да, то есть, как бы, вот, вынимаешь из нее один элемент, но там происходит довольно быстрое перераспределение по другим, да, вот, это одна из особенностей сетчатых конструкций, вот здесь эти особенности расчетами были подтвердены, то есть, конструкция оказалась устойчиво к прогрессирующему обрушению. Это вот такая фазовая картина, что происходит с колебаниями оболочки при сейсмическом воздействии, там порядка пятидесяти двух сейсмоопор, ну, резинометаллических эластомеров, на которых, вот, как раз, вот это покрытие, да, держится на железобетоне, да, показано, что, вот, перемещение не выходит за пределы допустимых, ну, то есть, там не происходит какого-то соударения, так сказать, противозаконного, да, но это тоже, для этого надо было провести комплекс таких динамических расчетов, пространственной системы, кстати говоря, турки, которые первоначально, вот, как бы, занимались этим расчетным обоснованием, потом были отстранены, конечно, их уровень был совершенно недостаточно для того, чтобы проводить вот такие расчеты, нас пригласили, мы это сделали. Время у меня остается не так мало, но я надеюсь, что я успею завершить, начатое и задуманное. Еще один объект, достаточно недавний, то есть, тоже там, года четыре, ну, три с половиной назад, вариант, сегодня это уже другой вариант, который прошел главгосэкспертизу, и я там выступал в роли эксперта от главгосэкспертизы, а это вариант, где нас пригласили обосновать, ну, или попробовать обосновать некий предпроектный вариант высотной башни в Грозном, да, тогда это было около 400 метров и в железобетонном варианте исполнения всего, кроме, всего, кроме купола, да, видите, в виде такой войнахской, так сказать, башни он сделан был, да, сейчас этот проект другой, делали американцы, и считали американцы, повторяю, мы их экспертировали, и там много вопросов, замечаний, на которые они должны были реагировать, тогда это делалось, вот повторяю, в железобетонном варианте и делалось вдруг в программных комплексах альтернативно в Энсисе и Абакусе, очень подробные модели строились, не буду все рассказывать, и вот самое интересное здесь было, это анализ прохождения, последствия прохождения максимального расчетного землетрясения, это 9,5 баллов, прямой динамический расчет с учетом трещинообразования, то есть физической ненеменности железобетона, при разных уровнях армирования железобетона, 2 и 4 процентном, соответственно, и было показано, ну, в частности, в программном комплексе Абакусом, нами верифицированном, в РАСНИ, что при 2 процентном уровне верхушка, ну, все, что выше 60 этажа, она, собственно говоря, полностью разрушается и слетает, как бы, ну, то есть, остаются 60 этажей вместо 80, вот, а при 4 процентного этого не происходит, то есть происходит локальное разрушение, но не полностью, которое не позволяет, вот, как бы полностью разрушиться верхней части, как бы был на тот момент принят или там утвержден вот этот 4 процентный уровень армирования. Еще одна высотка, помните, я вам говорил о Москве-Сити, это вот та высотка, которая была одна из последних построена в Москве-Сити, ну, наверное, одна из наиболее выразительных, вот такая двойная спираль, ну, не, четверная спираль, да, было похоже бы на ДНК, но ДНК, это, как вы понимаете, тройная спираль, да, и закручена она в другую сторону, как мой сын-биолог мне говорит, да, вот, тем не менее, вот такой выразительный образ, нас пригласили на этот объект, первый раз, когда он был вот примерно вот в таком состоянии, да, ну, чуть раньше даже, да, в таком состоянии, когда были возведены несущие конструкции, основные, ну, кроме короны наверху, да, такой, так называемый, и основная часть фасадной конструкции, почему пригласили, потому что выяснилось, что данные геодезических измерений, которые были заказаны потенциальным покупателям этой башни, а это все та же транснефть, вот, и пригласила нас транснефть, да, данные перемещения по этажам, которые замерили геодезисты, коренным образом отличались от данных расчетного обоснования, проектного варианта, да, ну, и встал вопрос, так сказать, чему верить, и вообще опасно ли это, да, может быть, ничего опасного нет, а может, наоборот, надо, так сказать, как черт ладан, обезжать от этого здания, уж тем более не покупать его, да, для своего офиса, транснефть. Вот нас пригласили, и мы, опять же, тут реализовали весь тот потенциал, который был нами наработан к тому времени, в частности, вы видите, мы учли по результатам обследования все отступления от проекта, ну, в частности, отступления от вертикали и экстраситет стены колонн, явно в модели это учли, вот здесь вот такими, вот эта вот, пила, да, это то, что намерили, то, что намерили ангидезисты, а синие линии, да, это то, что, вернее, красная линия, да, вы видите, как она далеко отстоит от этого, да, это то, что было по расчетам, но расчеты без учета генетической нелинейности, то есть, одномоментная схема возведения, когда прилетел волшебник и сразу поставил это здание, сразу все 55 его этажей, да, на сваях. В действительности здания возводится последовательно, да, там возникают нелинейные генетические эффекты, которые существеннейшим образом меняют картину напряженно-деформированного состояния. Это было осознанно относительно недавно, лет 10-15 назад, но вот мы были во главе этого движения, и вот, если учесть эффекты генетической нелинейности, последовательности возведения, вот видите, как выглядит картинка, то есть, она основной тренд вот этих, значит, замеренных перемещений берет. А вот разница между этим и вот фактом, да, это как раз те самые экстраситеты и наклоны колонн и стен, которые мы явно учли, да, в расчете и посмотрели, что это дает. Ну, вот тут показаны картины распределения эпюр осевых сил, продольных сил, там, поперечных сил, моментов, да, с учетом вот этих отклонений. Оказалось, что ничего опасного в этом нет с точки зрения несущей способности и было дано разрешение, да, так сказать, продолжение фасадных работ. Собственно говоря, после этого Транснефть этот объект купила. Стоило это ей, обошлось это ей миллиард долларов на тот момент. Это было года, ну, скажем так, два тому назад. Вот, но, как бы, история на этом не закончилась с этим объектом. Ну, у нас такой своеобразный на него тоже абонемент объявил, нарисовался, да, в какой-то момент, спустя год, примерно после этого, нас срочно вызвали на совещание, которое вот на самом этом небоскрыле проводилось, проводилось, на котором было сказано, что когда они попытались уже, так сказать, наливать пол и почистили пылесосом, условно говоря, да, покрытие, выяснилось, что он весь, многие перекрытия, плиты перекрытия находятся, так сказать, там были обнаружены системы трещин, да, причем много трещин. Надо было понять, что это за трещины, как они носят характер, силовой или технологический, то есть, как бы были нарушения технологии, бетонирования, предположим, да, этих перекрытий, и насколько это все опасно, да, то есть, как бы, что делать, значит, идти дальше, или как-то усиливать, если как, то как, и так далее. Ну, вот мы тоже взяли за эту работу, очень большой комплекс работ проделали, с учетом, вот, реальных свойств, вот этого железобетона, с учетом системы трещин образования, и, собственно, показали две вещи, основные, да, что эти трещины носят не силовой характер, а технологический, и второе, второе, то, что даже при самом, там, опасном случае, так сказать, натурных измерений, который там был зафиксирован, по глубине раскрытия и ширине раскрытия, да, прочности хватает, потому что система вот этих перекрытий, она переармирована была, вы можете спросить, почему она переармирована, потому что были расчеты на прогрессирующие обрушения, которые, вот, потребовали дополнительной арматуры, да, то есть, по сути, даже с этой системой трещин, она держится, ну, и в значительной степени держится на арматуре. Теперь я хочу вам показать из наших самых последних, мы находимся еще, так сказать, внутри этой работы, в стадии этой работы, это Загорская гидроаккумулирующая станция, ну, здесь есть две очереди, значит, вот эта первая очередь, она уже лет 15 эксплуатируется, нижний бассейн, верхний бассейн, водоводы, водоприемник, станционный узел, первая очередь, и строится вторая очередь, вот здесь, да, вторая очередь, ну, вот, планы тут видны, первая, вторая. Во время строительства второй очереди, по мощности в два раза меньше, первая, но тем не менее, важна для регулирования мощности, да, московского региона энергетического, наверное, вы знаете, что такое гидроаккумулирующая станция, зачем она нужна, ну, тем не менее, значит, несколько лет тому назад, в 13-м, если не ошибаюсь, году, произошла большая авария при строительстве, да, произошел непроектная осадка и крен станционного узла, строящегося станционного узла, вторая очередь, при том, там, что основное оборудование, турбины уже были завезены туда, да, и начали устанавливаться, непроектный крен, крен, причем до полутора метров, при котором дальнейшая эксплуатация затопила там котлован, было вынесено много тысяч кубометров грунта, вот, в результате фильтрационных потоков, встал вопрос, что с этим дальше делать, да, а на первую очередь уже существовала, я вам говорил об этом, система мониторинга, в том числе, построенная на наших расчетах конца 90-х годов, вот, но теперь встал вопрос о том, как влияет первая очередь на вторую и наоборот, и каким образом можно, так сказать, реконструировать те события, которые произошли, то есть в чем причина, а главное спрогнозировать, не произойдет ли это в дальшем, да, если будет достраиваться эта станция. Вот в такой постановке, очень сложной постановке, да, такой сложно сочиненной, я даже сказал, нас пригласили в эту работу с заказчиком, который является Росгидро, и вот здесь показана, кстати говоря, вот эта непроектная осадка, видите, там что произошло, полтора метра здесь, вот, это вот, это вот, стационарный узел, он вот тут был затоплен, это все вот такой непроектный вариант, потом откачали, но назад уже вернуть не могли, вот эти полтора метра остались, что делать дальше, вопрос, да, и не повторится ли это вновь. вот здесь показана система мониторинга, которую мы предложили, которая содержит три вида моделей расчетных, это геофильтрационные модели, фильтрационные, да, это геомеханическая модель, модель сооружений, так, ну, вот здесь показана зона ответственности, наша стадия, да, и взаимодействие с этим моделью, и это информационно-диагностический блок, да, вот, который должен все это обрабатывать, да, и, так сказать, давать оценку, что делать, да, дальше эксплуатировать, значит, принимать какие-то меры, или бежать, так сказать, до канадской границы, если все очень опасно. Вот такой системой мы сейчас занимаемся, ну, здесь показаны фрагменты тех моделей, которые мы построили, построили, видите, первая, вторая Загорская станция, беспрецедентная степень подробности модели, ну, мы к этому, так сказать, привыкли, наши заказчики были приятно удивлены, вот, у них ничего подобного не было, вот, несмотря на большой опыт того же гидропроекта, да, и там, в Нига, например, тем не менее, это такой новый для них опыт, который мы им преподаем, ну, вот, видите, как выглядят реальные, для второй очереди, да, водоводы, вот наши модели, один в один, сразу все сказать, никаких идеализаций, вот, как раз этот осевший станционный узел, да, вид снизу, вот, вот он же у нас, ну, и как выглядит, последовательность анализа, да, и построение модели, их верификации, их посадка на геомеханическую модель, со взаимодействием, да, и проведение расчетов, это очень трудоемкая, но необходимая для оценки безопасности процедура. Ну, здесь показаны разные этапы. Ну, вы можете спросить меня, все ли, так сказать, замечательно в нашем королевстве, ну, в частности, значит, вот, в научно-образовательном центре, в МГСУ. Нет, конечно, значит, мы живем в реальном мире, в российских условиях, со всем идиотизмом, там, идиотизмом в квадрате, значит, которое связано с российской наукой и российским образованием, со всеми этими оптимизациями, сокращениями, объединениями, формализмом, палочками и галочками в показателе, да, но, поскольку мы достаточно независимы, мы можем позволить себе, ну, насколько это возможно, конечно, не обращать на это внимания, то есть продолжать наше движение, несмотря на царящий вокруг, так сказать, пароксизм, да, вот этот. Еще раз обращаю ваше внимание, вот о нашей площадке, где мы работаем, естественно, этим не исчерпывается, да, я, так сказать, основные показываю, есть целый ряд других, безусловно, вы можете заходить на наш сайт, вот он здесь есть, там освещается реальная жизнь и позитивно, зачастую критически, зачастую иронически, и саркастически, вот вы можете прочитать там наше мнение на этот счет в глоссариях, в историях и так далее, взгляд на вещи, в том числе и актуальные, реакции на события последние, да, опять же, я откажу удовольствие отрекламировать то, что я сейчас сказал, секундочку, полет, нет, веду, попозже позвоню, я понял, вот, мы активно снабжаем все ведущие образовательные центры, университеты, которые видят в этом смысл, да, нашими программными продуктами, нашими методическими указаниями, ну и, главное, нашим опытом. Вот, в исследовании уникальных зданий сооружений и комплексов на разных стадиях их жизненного цикла, но, в частности, вот те, о которых я говорил, снабжены нашими программами, мы читаем там лекции, проводим мастер-классы, как явно, так и дистанционно, вот, так что, если когда это кому-то может быть интересно, это предмет для обсуждения. Ну, здесь показано, например, на последнем симпозиуме сколько докладов было нашей команды представлено, да, то есть порядка 15 докладов. Ну, и вот наш коллектив в таком ироничном виде, который нам свойствен.